Все это хорошо, ребят, но эволюция по разным признакам идет с разной скоростью, если вы даже делаете систематику не по высоким повторам, а по геному, с учетом запрета парафилитических групп у вас получается не группа, а каша. С одной стороны формально она монофилитическая, с другой стороны у вас по морфологии в группе получается полный разброс и определять это очень неудобно по другому человеку. Ну еще птиц гораздо меньше, чем насекомых. То есть предполагается, что человек ходит с секвенатором в кармане и ловит, а про секвенатор Игорек рассказывает рекордную вещь, в Дагестане прямо вот так, прямо вот с его присутствия, значит идут они навстречу, им какая-то группа заповедничная, сопровождение. То есть как ПДФ. Да, Лекс, независимый будет. Может приступать? Ну это господи. Значит там есть малюст прикольный, у которого редукцированная раковина, наземный малюст, типа знак лития похожий, у него есть рудимент раковины, когда он в плохом настроении, он как-то втягивается и этот рудимент раковины начинает выступать над мантией. И вот он врачу показывает лодки, посмотрите какую прикольную малюстку, да, сюда. Останавливается эта группа, а сам Леккер заповеднический. И у него, значит, какая-то там, причем группа международная, не знаю как она в Россию попала в нынешние времена, это прошлым летом. Там какой-то немец, он говорит там, у меня карманный секвенатор с собой, давайте мы его определим. В общем там в курсе, я его определяю, а оказался это новый вид. У того немецкого студента теперь первописание. Все, молчим и слушаем. Не, я не умею с этой программой работать, с PowerPoint-ом. А в чём ты делал? Подожди, а F5 нажми? Не, ну не поможет. А в чём ты делал, если не в PowerPoint-е? Версия PowerPoint-а другая. Так, надо экспортить вторую. Ну, надо было поставить. Надо было мне, как он в следующий раз присылает мне, я поправлюсь. Ставим, включили? Да. Да. Ну, поехали. Зак, включена. Да, это... Ладно, не отвлекайся. Все, слушаем. Вот, ну это, типа, первая часть презентации, это просто постов того, что было на прошлой лекции. Ну, типа, что... Просто на тему того, что такое вообще станция, что такое перегон. Потому что существует, во-первых, разница между метро и железными дорогами. В том, что там, что на них означает слово станция. Разница принципиальная. И когда люди это, ну, как бы путают, то возникают термологические ошибки. И, в частности, эти термологические ошибки мы можем слышать на МЦК и МЦД в поездах «Ласточка». То есть они почему-то в поездах «Ласточка» все остановки называют станцией. Так что неверно. И вот начнем с понятия станций в метро. То есть в метро это, ну, то, что вот мы называем станциями в метро. Оно в метро и так, действительно, и называется станциями. Тут все в порядке. Платформа. Кстати, пассажирские обустройства. То место, где останавливаются пассажирские поезда. На железной дороге аналогично не называются станцией. Это называется остановочный пункт. Ну, можно называться платформа. Но, короче говоря, на железной дороге это не называется станцией. Поскольку в метро станции называется просто остановочный пункт, по сути, то в метро есть отдельное понятие. Станция с путевым развитием. Под путевым развитием понимается то, что там есть хотя бы одна стрелка, есть, ну, соответственно, какие-то пути, кроме, собственно, просто сквозных. И, соответственно, имеются светофоры полуавтоматического действия, то есть светофоры, которыми могут управлять деровные, просто централизации. Он может по своему желанию их открыть, либо закрыть, либо поставить на автодействие. Ну, вот здесь на картинке просто показаны, ну, такие характерные примеры. Станции метро с путевым развитием. Наверху конечная станция с оборотными цепляками. Следующая станция со съездами между путями, которые тоже могут использовать в качестве оборотной с перекрестным съездом. с одним тупиком и какой-то соединительной ветви, то есть, например, там станции с путевым развитием могут служить в качестве соединения одной линии с другой через служебные соединительные ветви и так далее. На железной дороге же понятие станции совершенно другое. Ну и более ста лет назад, где-нибудь на рубеже 19-20 веков, тоже могли называть, в том числе относитесь к станциям, остановочные пункты. Типа как простейший такой вариант станции. Но с течением времени это понятие поменялось, и остановочные пункты перестали называть станциями окончательно метро ворота на железной дороге. Ну и вот здесь, на этой схемке изображена как программа классифицируется вообще раздельные пункты на железной дороге согласно современной официальной версии как бы. Плюс то, как это могло называться где-нибудь в 1905-1910-15 году. Это революционная версия, это серым цветом. Соответственно, ну с правым сигнальной точки автоплакировки, то чего до революции не было до 20-х годов, в нашей стране. Но они как бы официально по ПТЭ относятся к правилам технической эксплуатации. Они относятся к раздельным пунктам, но это очень странно это как бы слышать, очень странно это вообще так воспринимать. Да какие-то раздельные пункты, это просто сигнальные точки, это просто светофор, стоящий на перегоне. Сигнальные точки автоплакировки дверят перегон на блок участки. Остальное, ну это типа это уже настоящие раздельные пункты, прям настоящие. Есть такая штука как блокпосты, но сейчас это редкая штука, я даже не уверен, сохранился ли хоть один настоящий блокпост в нашей стране, вообще на постсоверском пространстве. Не знаю, не знаю. Но еще недавно они точно были. Например, на ходу, который между Савелово и, ну туда дальше, дальше Малокский ход Октябрьской дороги, и короче говоря, там блокпосты точно были. Они применяются при, так называемой, полуфоматической блокировке, об этом речь пойдет дальше, что такое полуфоматическая блокировка. И они, если они есть на межсенционном перегоне, то они делят его на межпостовые перегоны. Ну, так же, как и блокировка, применяется для увеличения корпоративной способности. Блокпост не содержит никакого путевого развития, даже в том смысле, как метро. То есть, никаких стрелок, ничего, просто, опять же, проходной светофор или проходные светофоры предупредительные к ним, и какой-то хвост, который ими управляет. А вот остальное, это уже, как бы, станции в самом широком смысле. Зачем от предыдущего, вот, отключается, среди двух хвост отключается от автоблокировок? Просто кто один автоблокировок? Ну, это разные системы. Это просто разные системы, работающие разного. Вот эта автоблокировка переключает светофоры автоматически, в зависимости от того, как поезд занимает участки. И по умолчанию этот светофор горит зеленым, то есть, как бы, он открывается автоматически. А когда он красный, то, в принципе, разрешается поезду его проследовать определенным образом, при соблюдении определенных условий. Либо остановиться перед ним, подождать и ехать дальше с маленькой скоростью. Либо, если там есть специальная табличка, то тяжелому грузовому разрешается даже без установки проезжать со скоростью, там, не больше 15 или 20 километров в час. Поскольку, собственно, этим светофором никто не управляет. Если он сломался и показывает красный за неисправностью, то, как бы, никто это не починит в обозримое, в ближайшее время, никто не даст разрешение. Поэтому это разрешение, как бы, изначально уже есть. А при полустоматической блокировке, ну, предполагается, что там есть какой-то дежурный по этому посту. Если, как бы, он показывает красный, то этот дежурный будет давать разрешение сам. А на блокпосте дежурный есть? Ну, изначально, как бы, есть. Но в последнее время, в последние годы существования блокпостов вообще, ну, может быть, они сейчас, не знаю, появилась мода, как бы, автоматические блокпосты делать, то есть без дежурного. Ну, опять же, предполагается, если что-то случится, то можно будет прислать человека, который будет... Если на блокпосте горит красный, то это красный, в общем, лучше всего. Да, то есть его просто так проезжать нельзя. Ну, нужен уже, там, приказ, может быть, диспетчатки, дегистрируемый приказ, но, короче, там больше формальности для того, чтобы проезжать красный на нем. Потому что это пул, автоматическая блокировка, там все, как бы, серьезнее в этом плане. Вот. И вот остальные раздельные пункты, это уже, как бы, станции в самом широком смысле. В том смысле, что на них уже есть какие-то стрелочные переводы, на них есть что переключать, в смысле, в механических стрелах. И, ну, естественно, тоже есть, у них есть входные светофоны, у них есть граница. Потому что блокпост, ну, как бы, какая у него граница? У него, там, на перегоне стоит светофор, но, как бы, он ничего не ограничивает. Он просто отделяет одну часть перегона от другой части перегона. У станции в самом широком смысле есть граница. Протяженности, да? Да. То есть это не точка, а некий отрезок. Да. Вот. Ну и, соответственно, дальше. Такие они бывают. Значит, станции в просто широком или среднем смысле. которые либо станции в узком смысле, либо разъезды, либо обгонные пункты. Во времена паровозов их различали достаточно четко, потому что там были такие критерики, потому что, например, на станции обязательно должна быть колонка для заправки водой. А на разъезде и обгонном пункте их, скорее всего, нету или может не быть. Но, как бы, когда паровозы ушли в прошлое, то, как бы, эта разница, в общем-то, утратилась. И поэтому, в принципе, сейчас их не различают на самом деле четко. То есть это такое традиционное наименование, что вот это разъезд, это обгонный пункт, это станция. Но фактически это уже все одно и то же. Это все станции. Их характеристика в том, что у них есть приемо-отправочные пути, на которые поезд может прибыть или из которых может отправиться. Ну, то есть, как бы, он поместится на каком-то пути, не перекрывая все движение по линии. И эти пути имеют какую-то длину, рассчитанную на какую-то длину поезда в метрах, условных вагонах. Ну, то есть, это предусматривается как возможные начальные и конечные пункты для движения поездов. Или для скрещения поездов, обгона. Но скрещением называется встреча встречных поездов на однопутной, как правило, линии. Или двухпутной, если один путь закрыт. Вызывание однопутное. А путевым постом называется что-нибудь, что, как правило, не содержит приемо-отправочных путей, на которых поезд может поместиться, остановиться. То есть, это примерно нечто похожее как раз на то, что представляет собой большинство метополитанских станций с путевым развитием, типа того, что показано на нижнем рисунке. То есть, в данном случае, на железной дороге это называлось бы, там, пост примыкания какой-то ветви. То есть, помещаться, кроме как, на главных путях там негде, но, тем не менее, это... Ну, боковой. Ну, он называется боковым, но как бы это тупик, в данном случае, да? Иногда могут там выделить какой-то участок, на котором поезд поместиться может, но, как бы, это уже частный случай. И вот все эти станции и путевые посты взяли железнодорожную линию на местонационные перегоны или перегоны просто. Ну, и вот на сером фоне здесь показано, как это называлось в дореволюционной терминологии обычно. Ну, станции в узком смысле достаточно крупные, как правило, предназначенные для постсоверских грузовых операций, как правило, имеющие гидроколодки для паровозов. Ну, как и называлось, станции там разных классов. Разъезд, ну, как правило, изначально понималось так, что это типа технический раздельный пункт, который вообще не для постсоверских и грузовых операций, а чисто для скрещения обгонов. И обгонный пункт то же самое. А если там предусматриваются какие-то постсоверские грузовые операции, ну, могли их называть таким смешным словом полустанция. Полустанция, именно. Я то спою, а полустаночки, это полушалочки из этой серии? Да. Ну, полустанок это такое разговорное слово, которое произошло от официального полустанция. То есть было прям слово полустанция? Официальное именно полустанция, да. Ну, так просто назывались маленькие, ну, типа станции, как бы, что-то среднее между станцией разъездом или отгонным пунктом, вообще что-то для вашего непонимания. И существовало такое очень странное и смешное слово, и неудобное на практике, как телеграфный пост. Потому что оно могло означать всё, что угодно. Оно могло означать блокпост, на котором вообще никаких стрелок нет, а просто, который просто регулирует движение по линии, делит перегон. Это могло бы означать путевой пост, где линия, ну, разветвляется, ну, там, примыкает какая-то вещь, может быть, и ничего больше нет. И это мог быть обгонный пункт, самый полноценный, с боковыми путями, на которых может поместиться целый поезд и осуществить скрещение и обгон. А почему такое многозначное? Ну, так исторически сложилось. Потому что, как бы, вот, даже не знаю, потому что, почему. Просто так исторически сложилось. Ну, потому что на всех не был телеграф? Да. Я полагаю, что телеграфные линии использовались, в том числе, для передачи организации работы на... Ну, собственно, исторически, в дореволюционный период, на большинстве, вот, в нашей стране, там, в России, на большинстве линий дореволюционный период, основным средством организации движения поездов был телеграф. Вот, возможно, именно там был как раз-таки телеграфный пост, который... Не, ну, телеграф был, конечно, на станциях, естественно, там. Точно так же, но, как бы, ну, еще они были, кроме станций, собственно, в поглядшем смысле, они были еще на телеграфных постах. И поэтому все, все, что меньше станции, ну, кроме разъезда, называли телеграфными постами. Но это было очень неудобно и неоднозначно. И поэтому, ну, уже какой-то послереволюционный период это достаточно быстро, технологию поменяли, и вот она стала такой, как цветном виде здесь нарисована. И вот здесь я нарисовал картинку для того, чтобы было более понятно, о чем, собственно, ушла речь. Здесь нарисован некий пример пуска, ну, скорее всего, какого-то железнодорожного узла. Ну, в принципе, линия выглядит так же, просто, ну, уже как бы, интереснее. Узел плюс прямой качестве кусты линий, на которых, собственно, цветом показаны станции в широком смысле, они оранжевые здесь, и межстанционные перегоны зеленые. А то, что никаким светом не подсвечено, это подъездные пути с маневровым коллективом движения. Ну, какие-то заводские, например, пути, которые не находятся в границах станций, никаких станций, ну, и не являются перегонами. Заморские пути это отдельный тип. Да, да, то есть, как бы, по сути, есть вот, любой путь относится к одной из трех сущностей. Это либо путь в границах станции в широком смысле, или путевого поста, или это путь перегона, или это какой-то подъездной путь маневрового движения. Соответственно, ну, поскольку разъезды и обгонные пункты, они могут называться станциями, между ними вот эта технологическая разница уже давно как бы разъехалась. Перегоны, ну, соответственно, находятся между, и вот здесь я специально нарисовал такой пример куста каких-то заводских путей, который даже, как бы, соединяет между собой две разные станции, но, тем не менее, это не перегон. То есть не все, что соединяет между собой две разные станции является перегоном. Только если это именно объявлено перегоном, и по нему движутся именно официально поезда. А по другим путям происходит маневровое передвижение, и, в принципе, такое даже вполне есть. Например, ну, сейчас уже, наверное, я не знаю, как сейчас, в моменту Москвы киевской сортировочной и киевской какой-то там еще поварной, что ли. Например, помимо пути перегонов, вот, было соединение через маневровые пути, через, там, парк стоянки, на стойках посоветских лагонов. Проехать можно, но это не перегон. Вот такие пути маневровые, вероятно. Ну, собственно, тут два путевых поста. Это один путевой пост. Здесь это такой, типа, характерный пример. Ну, типа того, что, например, на линии, у нас встречается линия в направлении Мурманска, через Карелию, через, ну, Луковстрой. Там есть участки двухпутные, это Луковстроя до Петрозаводска, чистая двухпутка, кроме одного места, кроме разводного моста в районе Подпорожья. Ну, вот. А дальше, после Петрозаводска до Доломорска, чередуются одные двухпутные участки. Ну, это может нравиться дорога с двухпутными вставками. И вот в некоторых случаях однопутные-двухпутные участки граничат на месте какой-то обычной станции или разъезда. А в каких-то случаях они могут граничиться вот таким образом, как показывают здесь. То есть просто слоют два пути, и вдруг они сходятся, и дальше идет один путь. И вот такое место в наших реалиях, в нашей стране это называется путевой пост. Самобычный, какой-то путевой пост, какой-то километр. Часто ошибочно называется блокпост какой-то километр. Ну, название, так просто. Название. Но, на самом деле, это не блокпост, а путевой пост по классификации. Ну, и другой вариант. Ну, и путевой пост просто, или какая-то соединительная ветвь, примыкает к какой-то линии. Может примыкать какой-нибудь подъездной путь тоже, тоже будет называться путевой пост, скорее всего. Ну, значит, например, вот в Москве у нас не есть, а была недавно станция Покровская-Стрешнева, у которой раньше были, которые раньше примыкали соединительные ветви с Московской окружной, они еще в советское время были заброшены, закрыты. Но оставалось и остается примыкание подъездного пути к таковой подстанции около Щукинской. Но сейчас, и тогда это можно было бы называть как раз путевой постом, но сейчас это ввели в границы станции подмосковной, поэтому теперь это просто кусок станции подмосковной официально, а не отдельный путевой пост. То есть, ну, могут просто, допустим, вот, как здесь, можно закрасить этот кусок тоже оранжевым и соединить этот путевой пост и ввести его в состав станции В. И такое сейчас как бы это часто происходит, или происходило недавно, когда в состав какой-то крупной станции вводят то, что раньше было отдельным путевой постом. Для этого требуется оснабление системы сигнализации и управления. Ну, оно в любом случае требуется, потому что, когда это был отдельный пульт, там нужен отдельный пульт, который будет удаленно управляться там, например, в соседней станции, или диспетчерскую пульту. Да, обычно всякие поведенные пути, они не имеют ничего, а тогда они здесь управляются в лучшем. Ну, эти дницы, которые не закрашены, они, скорее, в большинстве своем, они вообще просто на ручных стрелках, там просто объезжает состав, составитель с него спрыгивает, переводит стрелку и едут дальше. Чтобы просто так перевести из одного в другое, ведь это невозможно, не оборудоваться. Они ведомственные. Вот, но это нет, я сейчас говорю про вот эту ветвь. Эта ветвь, она перегон, как бы сейчас, как здесь нарисована. А ее можно, этот кусок, перевести в границы станции. То есть это чисто административно, ну чисто формально. Ну да. Но от этого совершенно радикального уровня зависит расстановка сигналов, где какие сигналы будут стоять, где будут границы станции. Потому что здесь вот границы станции здесь показаны, да. Я пока, как бы, не говорю, какие здесь стоят сигналы, но скажу, что в наше время, в нашей стране, вообще в постсоветских странах, в подавляющем большинстве случаев, границы станции выглядят как входной светофор. Ну или семафор, где сейчас границы. И границы станции из перегона. Вот. И в редких оставшихся случаях, где нету входного сигнала по неправильному пути, это просто табличка с надписью «Граница станции». Такие еще где-то, ну, то есть и есть. Вот. Соответственно, что такое, как бы, ну, станции перегона я уже начал подсказывать. Вот. Но, как бы, такая историческая специфика, почему вообще они оказались так отделены друг от друга, и почему регулирование движения на них, как бы, развивалось долгое время, ну, практически независимо друг от друга. На станциях, поскольку там есть стрелки, а стрелки поначалу не имели надежного замыкания, то, в общем случае, по станциям скорость очень сурово ограничивалась до почти пешеходных скоростей. И поэтому на станциях, ну, практически не было серьезной опасности каких-то высокоскоростных столкновений. На станции все равно любой, ну, нормальный машинист, он поезд перед станцией обязан был затормозить до этой почти пешеходной скорости. И поэтому там основная опасность была, ну, что поезд просто, ну, или маневровый состав пойдет не туда по стрелкам. Просто, ну, стрелочники ошибутся, поезд пойдет не туда или стрелку не допереведут, поезд сойдет, потом будет проблема его возвращать на место. Либо они на небольшой скорости, там, столкнутся с бортами, либо что-нибудь такое, ну, то есть какие-то такие неудобства, но, как бы, скорее, связанные со сложностью плана путей на станции. А на перегонах скорости достигали, ну, максимально достижимых для того времени, для тех поездов. И там, собственно, была опасность именно столкновения лобовых, либо попутных. На скорости, начиная от полной скорости, тормоза тогда были слабые, поначалу автотормозов вообще не было, это было медленно, тормозило плохо. А видимость, ну, такая же примерно, как сейчас, где-то, там, первые сотни метров, где-то, может быть, там, километр-полтора, ну, где-то такого порядка еще, туман, может быть, дождь. И поэтому ездить просто по видимости с максимальными скоростями, а уже с самого начала скорости умели развивать, там, 50-70 км в час. Это практически еще с 1830-х годов такие скорости уже были. Я всегда считала, что по станции едут неприятно, чтобы не сбить тупящих на станции пассажиров. Нет, ни в коем разе. Это по пассажировам есть проблема. Что? По пассажировам. Не больше. Нет, это, чтобы, значит, чтобы в случае, если поезд сойдет на стрелках, которые тогда не умели как бы надежно фиксировать, то, чтобы последствия были не очень страшными. Не знаю, чтобы меньше чинить. Кто? Чтобы меньше чинить было. Я не помню. Ну, скорее, давнее чинить, а чтобы вообще насмерть не поубиваться. Я не помню, что в каком-то городе есть вагдал, в котором неоднократно поезд проезжал, так сказать, и сносил все. Что-то нам надо не сказать. Вот. И, собственно, по этой причине это одна из причин, почему, например, англичане очень не любили однопутные линии. И они, даже если движение не очень большое, всегда старались построить линию двупутной. Ну, деньги были. Плотность населения высокая. Но строили двупутные линии. И они на двупутных линиях возможно сделать маленькие промежуточные станции так, чтобы там не было противошерстных стрелок. На которых, собственно, при неточной фиксации стрелки поезд мог бы сойти. Вот. И такие маленькие станции сохранились сейчас на двупутной линии в Бирме. Но они очень неудобны там. При обгоне нужно задним ходом туда сгравать. Вот. И, собственно, различие между поездом и маневровым составом. Поезд. Значит, как правило, поезд двигается между станциями по перегонам или одному перегону. Но, в принципе, может по тем же правилам двигаться и внутри станции. Но, как бы, изначально понятие поезда было задумано для движения между станциями по линии в целом. Традиционно поезду присваивается номер. То есть поезд – это как рейс для самолетов. То есть поезд – номер такой, да, это рейс. Фактически рейс – номер такой. И это означает с сигналами. Предусмотрено для поездов. С головы, с хвоста. С хвоста – это, может быть, там, красная табличка или флажок или что-нибудь такое. С головы – это, может быть, тоже какие-нибудь либо флаги, либо фонари. О, слушай, а можно я сразу спрошу, пока не забыла, давно собиралась. Я когда-то читала в описании, что на паровозах, по-моему, полагалось иметь некие факел свечи для движения в темное время. Что это за хрень? Ну, какой-то свет, какие-то световые приборы в темное время, чтобы вообще было хоть как-то видно окружающим. И работникам железной дороги, и пешеходам. Они не электрические, они какие-то… Ну, поначалу керосиновые хотя бы, например. Ну, понимаете, керосиновые лампы. Нет, даже на самых первых проводах, если не входовой прожектор, он был. А как, вопрос, да, как оно обозначало… Нет, именно прожектора поначалу не было. Поначалу там были либо там свечные фонари, либо, в общем случае, керосиновые лампы. Ну, в общем, это прожектор. Ну, прожектор – это то, при помощи чего машинист может видеть впереди. А это так чисто, чтобы себя обозначить. Это не прожектор, это фонари. То есть, вот, и у нас то, что на поездах два фонаря внизу, да, это не фары называются, это буферные фонари. Это сигнальные приборы, а не осветительные. Чтобы видно было, что двинутся эта фонари в тёмное время. Вот, и у нас как бы в тёмное время супер, да, именно два буферных фонаря – это сигнал поезда. То есть, если вот идет локомотив там или электричка, значит, с двумя буферными фонарями внизу, ну, обычно с прожектором тоже, если он исправен, то это поезд. Вот. А если это там невролый застав, то у него будет только один буферный фонарь светиться. А прожектор – это, ну, по необходимости. Наранее сможешь узнать, что тебя сбило. Но, правда, иногда у поезда может просто перегореть буферный фонарь, поэтому тоже будет один буферный фонарь, причём ещё не с той стороны. Ну, как бы… Да. Да, это хорошо. Вот. И, соответственно, для поездов есть, ну, как бы, свои сигнальные показания, светофоров, например, или светофоров, которым подчиняется именно поезд. Вот. Маневровый состав, опять же, изначально, но это что-то, что не движется по перегонам. То есть, практически закон, практически, то, что практически никогда не нарушается, то, что движется по перегонам никогда не назовут маневровым составом. То есть, даже если это какой-нибудь ремонтный поезд, который, там, осуществляет как ремонт пути, то это, там, будет называться хозяйственный поезд. Это не маневровый, а поезд. То есть, маневровый состав – это только в пределах станции? Да. Ну, либо в пределах станции, либо по каким-то подъездным путям, либо, опять же, почти никогда в нашей практике, вот, такой, ну, европейской традиции, континентальной, там, и российской в том числе, почти никогда к перегону не примыкают, при помощи стрелочного перевода, какие-то подъездные пути. Но иногда все-таки такое бывает. То есть, они определяются обычно от станций? Да, обычно от станций. Или организуется путевой пост, вот, со всем положенным. Но иногда все-таки бывает, что к перегону примыкает непосредственно подъездной путь. И тогда, как бы, движение на этот подъездной путь, или с него, тоже будет считаться маневровым передвижением. Пока вот это не по перегону, а с перегона на эту ветхину. Вот, и примеры, такие, собственно, в Тверской области, например, есть, там, на линии с электрожезловой системой, Кувшинова-Соблага, там, перегон Кувшинова-Ранцева, по-моему, или нет, или Ранцева-Крижарова, там, на каком-то из этих перегонов, по-моему, после Ранцева, там, есть, погрузочный пункт для ареста. И вот там, на перегоне стоит стрелка. И есть, здесь ничего не убрали. Вот, и есть, на полуавтоматике, на линии Благой Великие Руки, между, ну, недалеко от Фирова, бывший разъезд, 48-й километр, там, тоже, где-то, погрузочный пункт. И тоже на перегоне стоит стрелка. То есть, такое бывает, даже на этой стране. Такое есть и даже, вот, в парочку примеров. Вот. Ну, и это, как бы, было, в принципе, про станции и развлечения маневровых передвижений. Да. И по маневровым передвижениям, они обозначаются по-другому. Там, как правило, вагоны никак не обозначаются. Но на локомотиве, вот, в нашей стране, буферный фонарик зажигает со стороны машиниста. То есть, если мы видим какой-то или маневровый тепловоз, там, или паровоз, или поездной даже, там, тепловоз, электровоз, мы видим буферный фонарик на кабине, значит, горит с одной стороны. Это значит, что с этой стороны находится машинист, который управляет сейчас. А что, машинист может быть с одной и с другой? Бывает, что в Мовороссии, в Леворусии? Ну, в принципе, да. То есть, допустим, на некоторых маневровых тепловозах просто сделано два пустоуправления с каждой стороны кабины. На поездных машинист может просто перейти из одной кабины в другую, в другой конец. Это кабины, которые в разных краях поезда? Ну, если это электричка, то да, на разных концах. Так это, в принципе, какой-нибудь поездной электровоз или тепловоз, у него просто две кабины на концах. И как бы машинист сидит справа, ну, в нашей стране, двустороннее движение, значит, вместо машиниста справа находится. Вот он с этой кабиной, он управляет у него, значит, вот эти, ну, на буферные фонари, на локомотиве горят, он перейдет в ту кабину, он переключит на эти буферные фонари с этой стороны, ну, с той стороны, где будет сидеть. И даже, когда прицепляются к поезду, есть традиция, что, как бы, когда прицепляются к поезду, прицепились, переключать буферные фонари, и оставляют буферные фонари, который будет левым, когда уже, вот, мотив потащит поезд. Нет, правым, правым. То есть он, как бы, типа он прицепился, поменял направление, уже переключил фонари, и поэтому справа один буферный фонарь со стороны поезда, вот, со стороны состава, как бы, да, горит традиционно. Ну, это просто без этой традиции. Ну, и теперь, собственно, уже к самим сигналам. Ну, слушай, так лекарственные деньги я прям не видела. Вот. Что-то еще надо. Кто? Возможно, в Европе. Вот. На этой картинке, конкретно, значит, что здесь, слева, это британский семафор, ну, достаточно сравнительно поздний для семафоров времен, то есть это уже там, это уже 20-й век, прям, ну, как бы, в середине, это такой, ну, как бы, один из типичных вариантов американского семафора, или части американского семафора. И на правой это немецкие семафоры. Немецкие семафоры, они самые похожие на наши, то есть, ну, как бы, российские, начало 20-го века, или советские, которые, как бы, такие же, они не поменяли. Показания, в общем, почти такие же. Ну, разница декоративная, что, допустим, у российских нет таких вот. Другая краска крыльев, что они просто целиком красные. Ну, это уже, это уже, как в детале. Ну, это просто картинка, какие были ранние сигналы, всякие разные, до массового применения семафоров, собственно. Они были в разных странах разные? Ну, даже не то, что были в разных странах разные, они, примерно, ну, как бы, в железной дороге вообще появились в Англии, и поэтому почти все успели придумать англичане. Ну, плюс немножечко американцы, вот. То есть это, ну, уже там, 30-е, 40-е годы, 19-е века. То есть, ну, всякого рода разные поворотные щиты на столбах, или диски, которые поворачиваются вокруг какой-то другой оси, или там даже поворачиваются вокруг всех возможных осей. Иногда все сложно и не очень надежно, наверное, было. Вот. Ну, и что здесь можно заметить, уже на цветном варианте, что цвета здесь, ну, здесь мы видим желтого цвета. Здесь мы видим красный, зеленый и белый. Ну, синий, это да, это не исключение. То есть это такая редкость. Не типичная. И достаточно обычная, ну, и еще такая штука тоже. Она применялась и в Америке, и применялась в России. Это сигнал в виде шара. Ну, это заимствованное из морского дела, когда шар может подниматься на веревке, и, соответственно, либо он поднят, либо он опущен. И это что-то, значит, либо, ну, например, там путь свободен, или не свободен. Там на веревке поднимают? На железной дороге? Да. Ну, то есть там веревка натянута на блоки, и прокручивают, поднимают, допускают. А это где? В смысле где? Ну, в каких странах такая штука была? Или где? И в Великобритании, и в Америке было, и у нас в России тоже было. На самых ранних дорогах, ну, типа там какой-нибудь, наверное, может быть, Петербург-Варшавской, в самый ранний период. И это начало двадцатого века? Нет, это до середины девятнадцатого. Это, скажем так, и даже до середины девятнадцатого и середины девятнадцатого. То есть тогда семафор был уже придуман. Семафор вообще, как бы, он пришел из такой телеграфной практики, из практики, ну, как бы, фактического телеграфа, и в том числе пылевого телеграфа, в принципе, это просто военный, ну, как бы, пылевой телеграф приспособлен на железной дороге, когда стал работать на железной дороге. Ну, высокопоставленным этим товарищам. И вообще принятой, как бы, системой было такое, что, ну, красный свет, ну, как правило, какой-то щит красился в красный свет, что означало сигнал остановки. А ночью, соответственно, ну, сам щит не видно, вот, как бы, прожектора нету, то есть возвращая их тоже тогда не было. Ну, соответственно, использую фонарь и красный светофильтр. Вот. А вот решающее показание обычно давалось тем, что щит поворачивается так, что его не видно, ребром, вот, к зрителю, к машинисту, да, а фонарь, соответственно, начинает светить, как он есть, без всяких светофильтров, просто вот как он есть. Ну, желтовато первым светом. Да, то есть это называлось белый свет, но в аппетитике это был не белый, это свет пламени, натуральный, как есть. Ну, и в тех случаях, когда наиболее продвинутые товарищи понимали, что кроме сигнала остановки нужно еще сигнал предупреждения, или осторожно, или снизить скорость, как правило, применялся зеленый свет, зеленый свет, да, филитер. Зеленый? А, значит, осторожность? Да, то есть изначально был именно белый, это пусть свободен, или там все хорошо, зеленый, это осторожно, или снизить скорость, и красный, это стоп. Ну, поскольку зеленый, не зеленый получался при источнике света, это тогдашнее молоденькое. А тогда? Да, для тогдашних источников светофильтры были практически голубыми, чтобы получился в итоге зеленый. Потом, когда перешли на электрические лампы, светофильтры стали делать действительно зелеными, да? То есть они разные для лампы и для пламени. И более того, когда на семафорах стали заменять керосиновые фонари лампочками, то для того, чтобы не париться с светофильтрами, то некоторые в некоторых местах придумали такой трюк, что просто будем включать лампочку с недокавром, чтобы она светила желтым, и как бы получался правильный зеленый цвет. Леш, а сделай кадр, чтобы я потом в отчет вынула, очень хороший, очень когда Серегу на фоне этого слабит. А я уже пробовал, он очень темный. Серега на светлом фоне. Ухтем темный, Серега на светлом фоне. Можно отдельно? Серега на светлом фоне. Серега на светлом фоне. Спасибо. И что касается в принципе предупреждающих показаний, то поначалу в той же Великобритании не очень видели необходимости в них. То есть там считалось так, что да, поезд вылетает из-за поворота или из тумана и внезапно видит красный, но то, что он его проедет, это не важно. Но главное, что он должен немедленно остановиться. Где именно немедленно, это мне очень понятно, но он должен немедленно остановиться, как может. Но потом стало понятно, что как бы это ненадежно и опасно. Потому что им очень понятно, где именно его остановиться. Это как-то стрёмно. Да. А плотность движения была низкая и никакие идиоты не могли выйти на пути, допустим. Или ремонтили. В Великобритании как раз с самого начала пути стали огораживать заборами, в отличие от других стран. И там как бы кто вылез, кто точно так. Слушай, ну идиоты, и сейчас близко на пути нет, и близко к поезду. Ну да, его ничто не заберет. Нет, поэтому речь идет именно о защите поездов от столкновения друг с другом. В данном случае. Идиоты, что мягкие. Вот, то есть... Идиоты, расчеты не идут. Понятно, что поначалу все это управлялось исключительно вручную, без всякой автоматики, без всякой проверки. То есть просто, это был просто способ, ну как бы, легко показать поезду что-то хорошо и залеговиденное. На расстоянии. Да. Но вся логика и контроль за соблюдением, это было в голове работников. И тогда применялись такие вещи, как движение по расписанию, разделение временем. То есть, часто просто какой-то сигнал, ну например, семафор вот такой, да, это первый семафор. То есть, по сути, это, как бы, все то же самое. Одна из ком-сигналов. Вот, в 41-м году, когда военный, так сказать, пришел на высокопоставленный гост на железной дороге в Великобритании, он решил о применении костимофора. Он хорошо виден очень издалека. То есть положение такой, так сказать, ярко окрашенной доски, условно говоря, видно издалека и хорошо достаточно. И он сделал тоже вот такой изначально прямо сразу трехпозиционный сигнал, который мог показать при показаниях. И применялся он именно в таком ручном режиме, что стояли такие посты, как бы, вдоль железной дороги, там, будка для работника. Их называли полисменами почему-то. И просто поезд проходит, он поднимает это крыло. То есть оно, когда, как бы, по умолчанию, оно находилось, оно просто было спрятано внутри столба. Вертикально свисает вниз. А поднимает крыло какой-то человек? Да, вот он, он там стоит, так сказать, около этого самого, в будке сидит. Он сидит целый день в будке, в долагах. Да. Ну, понятно, что сменяется. Ну, да, понятно, что он там не поселился. Вот. Ну, нет, хороший. Вот. И вот он поднимает горизонтальное это, значит, крыло. Ну, по-английски это называется арм. То есть никакой авторитизации рука. Да, не такой, просто, ну, просто там рычаги, тяга наверх и все. Вот. По-русски это крыло, по-немецки флюгель называется, по-английски арм. Соответственно, потом проходит там сколько-то минут, потому что, ну, там никакой связи вообще не предусматривалось. Он, это ничего даже таких телеграммов, ничего такого нет. Просто проходит сколько-либо минут, он опускает это по диагонали. То есть он в руке, я опускал он в руке? Да. Ну, как там, показывается зеленый свет. Ну, это пружинка какая-то. Это девятнадцатый век, да? Да, конечно. Это сорок первые годы, или там сороковые годы. Да, да. Вот. И потом проходит еще сколько-то времени, и он опускает его совсем вертикально. При этом подразумевается, что понятно, что поезд может внезапно застрять в пути. Если он застрянет, то там уже как бы дело поездной бригады его вручную оградить ручными сигналами остановки. Потому что за ним этот самый чувак просто будет по минутам просто переведет в открытое положение. То есть чувак ничего не знает. Да, он ничего не знает. Как только поезд вскрылся из виду, он уже ничего не знает о нем. Да. Ну, это уже хорошо. Ну, да. Ну, знаешь, что он не делает? Ну, да. Вот. И по терминологии. С тех пор как раз англоязычная терминология для нас, для русскоговорящих немцев, там и вообще всех континентальных европейцев, она звучит дико и ужасно и вообще страшно. Потому что они говорят про закрытый сигнал, ну, красный, а закрытый, они называют ОН. Включен. А про открытый они называют ОФ. То есть по умолчанию, хватит он по умолчанию открыть. Для нас, для континентальных, это все противоестественно и все наоборот. И это в Англии, и до сих пор там. Ну, вообще, в английском языке и Англии, и Америка. И в Америке также. Ну, они уходят от этой терминологии, потому что они, в принципе, потом поняли, что она как бы плохая, но она уже врезалась в традицию. Вот, для начала семафор выглядел вот так. Самый первый семафор на железной дороге. Но достаточно быстро оказалось, что три положения, ну, тем более, если управление удаленное какое-то, не прямо от этого столба, а тяга оттуда-то протянута, то вот три положения это слишком сложно, они не фиксируются четко. Да. Что либо среднее это положение нечеткое, его надо убрать, либо, значит, надо убрать вертикальное положение. И при этом там была такая тема, что вертикальное положение, оно имело дополнительный минус, который привел как-то раз к реальному крушению. Когда была метель, или гололед, или какая-то такая климатическая фигня, и в эту щель, в которой, значит, покоилось это самое вертикальное крыло семафора, туда набился снег или лед, оно там примерзло. И когда, значит, поезд прошел, этот самый дежурный поста он должен был закрыть, он должен был поднять это крыло, он тянет его, а он не вытягивается. И все. Ну вот, он там, значит, руками пытался макать, но его, значит, машинист не увидел, потому что тоже там продолжалась, видимо, этот снегопад, да там плохо было видно. И вот такая штука. Вот. И поэтому потом решили как бы от такого типа точно избавиться, что внутрь точно не прятать. Что угодно, только не внутрь прятать. Чтобы она там не примерзла, или не притравила, или еще что-нибудь. Да. И поэтому как бы один из вариантов был, что просто убрали вот это белое положение и с белым цветом вместе. Оставили красный и зеленый. Это вот то, как пошла эволюция у британцев. То есть британцы в основном, ну как бы, они стали избавляться от белого цвета, хотя не все, там было много частных железных дорог. Белого цвета и горизонтального положения. Вертикального. Да, да, вертикального цвета. Потому что справа, это на том же столбе всегда для встречного пути, с другой стороны. А в центре, это американский? Нет, это все на один и кучу, это просто с двух разных сайтов. То есть оно никуда не убирается, оно либо... Это пока тот на котором убирается, оно просто, как бы, стали избегать и его туда убирать. А нет такого шанса, что при развлечении на расстоянии вот эта вот красная штука непонятна, насколько она горизонтальна. Да, конечно, конечно. И поэтому они, которые другие, они сказали, что нет, давайте мы диагональное положение уберем, будем убирать вертикально. Возможно, что как раз на такой дороге, где убирали вертикально, произошло крушение. Ну, то есть, с тех пор уже тогда, когда дилемма с этими неудобными семафорами была, на одних дорогах стали использовать зеленый, уже в качестве самого разрешающего показания других осталось традиционный белый. Это уже более поздние британские семафоры, здесь это уже то, какой вид они приняли в двадцатом веке. То есть, они появились еще в девятнадцатом. Причем сильно в середине. Нет, 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 это уже не в середине. А, это уже, конечно. Распространились они, это уже в семидесятых летах, массовое распространение именно семафоров. Вот на теме, как бы, когда стали постепенно убирать вот эти старые сигналы в виде всяких щитов, и стали применять именно семафоры, потому что решили, что они лучше всего видны. Вот. Но это уже после изменения цветов. То есть, после изменения цветов произошло где-то в 1800, начиная в 1890-х до 1920-30-х у англичан. В чем именно оно заключалось? В данном случае оно заключалось в том, что здесь у нас есть семафоры, собственно, основные, которые показывают показания остановки. Ну, зеленый или наклонный вариант – это разрешающие показания, а газонтальные – это разрешающие. Вот. Они показывают сигнал остановки. Есть сигналы предупредительные, которые просто предупреждают о том, что впереди находится другой сигнал, который, соответственно, либо, значит, запрещающий, либо что он открыт. То есть тут у нас появляется желтый. Вот. И изначально, изначально, вот в те, там, 1870-е, какие-нибудь 80-е, у британцев они были тоже красные. И в газонтальном положении и светофильтр у них был тоже красный. То есть они показывали так же вообще. И поначалу они вообще ничем не отличались визуально от основного. Машинист, он был просто наизусть помнить, что вот этот вот – это предупреждающий, а этот – основной. Потом они придумали, британцы, значит, такой, ну, как бы, отличать по форме, по форме крыла кончик сделать, ну, в форме, как они называются, фиштейл. Рыбьетвост. Ну, вырезан. Ну, это же точно на скорости заметить очень тяжело. Ну, нет, это более-менее для тогдашних скоростей это годилось. Но поначалу он тоже был все равно красным. Это было неудобно. И потом, наконец, в 1890-е годы они решили, что надо цвет поменять. И надо сделать их желтыми. То есть полвека прошло до появления предупреждающего отдельного цвета. Нет, не совсем. То есть, как бы, вот эти зелененькие, они были еще тоже там, и раньше, но просто они были не везде далеко. И, как бы, ну, опять же, это зависит от местных условий. Здесь есть линия прямая, как палка, погода хорошая в этих местах всегда там, ну, там и нафиг не надо. Ну, в Англии всегда хорошая погода. Ну, в нашей стране, собственно, там, где стимофоры сохранились, но здесь предупреждающихся каналов у них нет. Ну, нет. Хотя нет. У них есть. У них есть. Нет, сейчас есть уже. Но, как бы, еще недавно не было. Да. А желтый, вот этот торопит хвост, он предупреждает. Да. Консервативные. Что? Здесь они были консервативные. Всегда. Да. Консервативные. Вот. Ну, и здесь, соответственно, просто вариант исполнения. То есть, самый ранний вариант, он, как бы, продолжает традицию того самого первого семафора, и у него за решающее показание наклонено вниз. Ну, от вертикального решения опять же избавиться, потому что, если оно свисает вдоль, свисало бы вдоль толпа, то, как бы, его трудно отличить от ситуации, когда, например, это крыло просто отвалилось и упало. Вот. Поэтому, ну, как бы, чтобы было видно, что оно есть, а на месте, то, вот, используем наклонное положение. Вот. Тут был минус такой, что, если вот эта рамка со светофильтрами не утяжелена, то при обрыве каких-нибудь тяг кругом могло упасть вниз в разрешающее положение, когда на самом деле закрыто. И поэтому либо, значит, ну, поэтому, в конце концов, стали делать обязательно утяжеленные вот эти рамки для светофильтра. И другой вариант, просто, показания, которые поднимаются вверх. Там этой проблемы просто изначально нет. Вот. И третий вариант, когда он крутится вокруг серединки, на такой, в данном случае, на консоли вынесенный влево. Ну, и здесь показано, что как будто бы они вертикальны, когда открытое положение, но прямо тут написано, что на самом деле они практически никогда не были вертикальны, они обычно были под каким-то произвольным уломом, непонятно каким. Как пойдет, что ли? Да, потому что англичане, они использовали одиночную трусовую проводку, которая очень трудно регулировать, она подвержена температурным колебаниям в течение суток, в течение погоды и так далее. и здесь все так колышется непонятно как. И даже горизонтальное положение тоже оно какое-то, оно запрещающее, но оно непонятно. То есть, как бы, это вот большой минус того, как это было сделано конструктивно у англичан. То есть, на южной тяге не было. Вот. Ну, там был вариант, как бы, для стрелок, например, ну, и, может быть, для части сигналов, у них был вариант проводки жесткими тягами. И с жесткими тягами у них был такой трюк, что половина, что где-то на половине пути меняется направление, то есть, в одну сторону оно тянется, в другую сторону толкает. И, наоборот, как бы, ну, там рычаг находится, который меняет направление рабочей тяге. Я видел такую штуку, где-то на двери. У нас это не жесткие тяги, у нас это проблоки. У нас это натяжитель для проблок. И у нас двойная проводка, как у немцев. А у них вот было придумано такое, что и, как бы, когда эти тяги с температурой, значит, растягивались или укорачивались, то, типа, поскольку половина этой тяги работает на толкание, а половина, наверное, на тягу, то, типа, оно компенсирует друг друга. И вот так это было сделано у англичан. А это просто вот как это могло выглядеть, на какой-нибудь станции. Причем, на небольшой, на самом деле, станции. Но когда есть даже, может быть, один путь по перегону, с которого приходит поезд, но есть пути, на которые можно принять. Ну, как-то здесь вот мы видим, да, сигнал, на котором два крыла. Одно крыло, которое красное, это, собственно, остановочное, другое предупредительное, которое говорит нам о показании следующего темофора. два крыла. Но поначалу, как бы, они также на одном столбе располагали разные крылья, которые открывали в зависимости от того, на какой путь принимается поезд. То есть, например, там самое верхнее крыло означает самый левый путь, следующее, там, второй и так далее. Либо по другой конвенции, на других дорогах. Самая верхняя, это по прямому пути, которая самая быстрая. Дальше какие-то более медленные пути. С отклонением по стрелкам. Вот. Но потом, когда стали на одном столбе помещать вот так предупредляющие крылья, то, как бы, стало понятно, что одновременно с этим туда же вешать крылья, которые будут показывать, куда поезд принимается, это слишком уже перебор. Слишком сложно и трудовое принимание. Поэтому они стали делать вот такие вот, такого типа конструкции, ганделябры такие, с несколькими столбами, каждый из которых означает какой-то путь приема. Высота этого столба означает, ну, некую относительную скорость. То есть, чем выше этот столб, тем более высокую скорость допускает этот путь. Да. Ну, если необходимо, то предупреждающие крыло еще будет. Вот. Второй английский машинист. Вот здесь вот, вот здесь. Экзамен нагнут. Четырехпутная дорога. Но, вот эти правые пути, да, они встречные. То есть, все вот эти, все семафоры, они для двух левых путей. Четыре самых левых, это для Нейдростравы, на самом левом пути, четыре вот этих вот, для вот этого пути. Да, да, да. Такая тренировка памяти, я даже и не знаю. Я говорю, легко сдать на гадалку. А легко за что? Каждый второй машинист Англии легко сдать экзамен на гадалку. Конкретная скорость здесь никак не указывается, просто, опять же, у них в расписании, в служебном написано, что там на такой-то станции, на такой-то путь, скорость приема, там, не более, там, стольких мили в час. И он его смотрит, он знает, да, я помню, да, вот. Здесь, здесь у нас сейчас не более 15 мили в час. Ах ты, черт, перепутал. Ну, вот, да. Это, ну, соответственно, тут тоже, примерно, то же самое, просто, в данном случае, здесь, как бы, только предупредительные крылья, либо входной и предупредительный. Вот. И схема расположения. Ну, это, просто, ну, как бы, главный путь, там, где-то есть какие-то стрелки. Вот, здесь предупреждающий сигнал. Этот, аутер-хоум, значит, это то, что по-нашему будет надаваться входной сигнал, хоум, ну, ну, то есть, просто, может быть только хоума, а отдельного аутер-хоума нету. Тогда это просто входной. Ну, тут, ну, по-нашему будет маршрутный, по-нашему, опять же, внутри станции, ну, все, что внутри станции, как бы по-нашему маршрутный и выходной. Ну, это выходной, да. Ну, у них, просто, другая терминология. У них такая вот, может быть, аутер и эдвансер могут отсутствовать, просто там хоум и стартер. и место остановки платформы, приема-отравочный путь. Ну, здесь показаны как раз границы станции, да, то есть, эдвансер-хоум будет, возможно, на границе станции, возможно, что немножечко ближе границы. У них еще будет, может быть, табличка «Граница маневров», меметов-шан, что до самой границы станции доезжать нельзя, но… ну, это просто вот схема расположения. Ну, а что происходило в Америке? Это, как бы, американцы тоже заимствовали у англичан и стали развивать в своем направлении. Ну, во-первых, они, как бы, самый первый семафор уже был трехзначным, и американцы об этом, ну, почти с самого начала помнили. Вообще, семафором можно делать трехзначным. Но поначалу у них… они применяли их в совсем другом качестве, потому что у них… у них не было, как бы, станций, как таковых, да, и они все делали по-другому, не так, как европейцы. У них были, ну, как бы, телеграфные посты, скажем так, где был телеграф, где… и у них были диспетчеры. С очень-очень давних времен, когда никаких европейцев диспетчеров не было, у них надо было диспетчеры. Диспетчеры на эти телеграфные посты присылали какие-то распоряжения, которые, ну, можно было, там, ну, распечатывать или выписывать вручную, да, надо ее выдавать машинистам, приказы машинистам, диспетчерские. И вот такими черными… вот это характерный такой сдвоенный симпрофорт, ну, для того и в другом направлении, стоящий на крыше там или рядом с какой-нибудь… то, что у них и называется английский, ну, по-американски называется станция, ну, как бы по-нашему не станция, но телеграфный пост. Вот. место выдачи диспетчерских приказов. Если есть приказ, который нужно выдать, то, соответственно, поезд останавливается вот этим сигналом и машинисту выручается. Ну, или там, не только машинисту, еще кондуктору, на поезде вообще главный кондуктор. Ну, и машинисту тоже, потому что он должен знать все, каким порядком ехать, где там, с каким поездом встречаться, в какое время там освобождать главный путь, в какое время занимать. Вот. Ну, а также там, где были… было то, что по-нашему называется путевой пост, по-американски называется интерлокинг, там тоже стали применять самопоры. Ну, собственно, как оно выглядело. Ну, тоже столб, на нем несколько крыльев. В типичном американском случае это как раз то, как англичане сделали поначалу, но отказались. У американцев этот принцип сохранился, что на одном столбе несколько крыльев, но они показывают именно по какому маршруту поезд пойдет. либо конкретно сам маршрут, там налево-направо, там или номер пути, либо скорость. Как в данном случае здесь высокая максимальная скорость, средняя скорость, медленная скорость. И как же определить маршрут, там или скорость? Ну, на тех дорогах, где была принята сигнализация по скорости, маршрут ну, либо никак, либо это какие-то отдельные маршрутные указатели. Ну, собственно, это не самое главное. Главное в скорость вложиться, чтобы не сойти с рельсов. И вообще там, ну, для безопасности. А уже куда ты приедешь, ну, это уже... Как сделать отлично? Это уже, так сказать, дежурный должен знать, как бы. Если он облажался, ну, с него спросят. Но главное, что безопасность не будет нарушена, ну, потом сдать назад и поехать куда надо. Вот. Что-что? Что-что? Где он? Может, колорадок? Может, колорадок? Вот. Здесь, значит, крылья имеют тупой конец в данном случае, да? Это значит, что это сигнал именно путевого поста интерлокинга. Запрещающие показания у него абсолютные, как говорят американцы, да? То есть, как бы, где его нельзя просто так взять и проехать даже медленно. Потому что интерлокинг, или путевой пуст, это место, где есть какие-то стрелки, где пересекаются пути разных поездов, и ты можешь просто ехать на чужой путь. На тот путь, где кто-то другой едет уже. Может быть, на максимальной скорости даже. Вот. А это сигнал автоплодировка. Появляется она тоже где-то в 1890-е годы. И в первую очередь она появляется именно у американцев. И сигналами там поначалу были именно семофоры. Но светофоры тогда еще не придумали. Хотя, в принципе, все было уже почти готово. Потому что понятно, что сигналы, все блокировки, они, естественно, имели электрический привод. Они автоматически, то есть электричество уже есть, уже можно лампочку включить, которая уже поярче светит. И, в принципе, можно было уже светоплодировать. Но как бы по традиции еще поначалу были семофоры. Вот. А это, похоже, выглядит на то, как было у англичан. Указание пути приема. Но у американцев это, значит, совершенно другое. Это они так делали, когда несколько путей на перегоне, например. И это для какого пути этот семофор? Ну, у американцев правостороннее движение. И вот даже справа, значит, фиолетовый огонек, который как бы говорит, что на самом деле семофор единственный, он не для правого пути, как было бы по умолчанию, а для левого. Ну, потому что, когда их два, то типа они для левого и для правого, а справа как бы такой, ну, как бы семофор. Да, но поскольку показывать там нечего, потому что его как бы нету, ну, просто там огонек, который говорит, что у вас так вот. Да, так просто. Да, так просто. Без бутылки не разберешься. И мы здесь видим, что они трехзначные. Потому что американцы, они как бы вспомнили или помнили всегда, что были 46 семофор может показывать три показания, в том числе диагонально. И поэтому можно вместо комбинации из двух крыльев, основного и предупредительного, сделать одно крыло, которое будет вертикально показывать нам полную, как бы свободный путь. По диагонали оно будет показывать предупреждающие показания, а по горизонтали стоп. Ну и поначалу цвета были такие же у американцев, что запрещающие красные, предупреждающие зеленые и свободный путь это белое естественное. То есть без светофильтров, огонь или лампочка, как она есть. Любого оттенка? Да, естественного оттенка, да. Естественно желтоватого. Ну и опять же, англичане с 1000 института 90-х годов начали постепенно внедрять желтый цвет. Американцы тоже как бы с нулевых десятых годов тоже решили, что вообще белый свет в качестве разрешающего это плохо, потому что если светофильтр разбился, выпал или что-то, то как бы может ложно получиться разрешающий. И это плохо, и поэтому давайте перейдем. И вот как раз тогда, в 1900, нулевые, десятые, двадцатые, тридцатые годы постепенно разные дороги и в Англии, и в Америке, и в континентальной Европе постепенно переходили с традиционной тройки цветов красный, зеленый и белый на привычную нам сейчас тройку цветов красный, желтый, зеленый. И как раз примерно тогда, в двадцатые годы, в году 27-28, стали появляться первые автодорожные светофоры, и они как раз тогда заимствовали вот только-только появившуюся эту тройку цветов. То есть вот появились автодорожные светофоры на 20 лет раньше, они могли бы быть красно-зелено-белыми, а не красно-желто-зелеными, какими мы их знаем. Ну, хотя, может быть, тоже бы поменялись, но, может быть, и не поменялись. Ну, да. Ну, это, как бы, кроме Соксона-Симопоров, у них были еще другие, у американцев, чисто американские сигналы, банджо-сигналы, банджо-образные, да, ну, вот, поворотные листья, ну, они были довольно плохо видны, как говорят. Потому что, ну, они мелковаты, они были с электрическим приводом, это типа плюс, там, какой привод из электрических защёлок и часовых механизмов, как правило, которые нужно было заварить, но вот, оно было достаточно маленькое, и говорят, что плохо виденое. Ну, и это уже светофоры, но не все, то есть это, как бы, такие светофоры, которые, как раз для нас, непривычны. Чисто американских типов, позиционные, которые вообще не имеют разных цветов, у них все... Они крутились, что ли, как дискок? А? Они крутились, как дискок? В них было восемь огней по кругу и один в серединке, все одного цвета. Но, как правило, на Пенцелеванской железной дороге это сделали такой жёлтый свет, как бы официально у них Агдер называлась, Интаной. Этот цвет они выбрали, потому что он, типа, лучше всего виден в тумане, как у противотумана. Вот жёлтый. И вот они решили, что жёлтый сделаем. И оно изображает собой просто положение крыла семафора, то есть горизонтально запрещающая диагональ, предупреждающая вертикально свободно. И ещё можно было в обратную сторону наклонное. Это, как бы, ну, как бы маневровое. У них нет развлечения маневрового движения и поездного, как у континентальных европейцев. Но, как бы, аналог маневрового движения, то есть это, может быть, совершенно занятый путь или очень-очень медленный что-то. Показание называется рестрикт. Вот оно. Это показание наклонное в обратную сторону. Может, зажигается три фонарика в разном, которые дают, как бы, аналог положения. Ну, и, опять же, если нужно указывать скорость максимальная, то есть верхняя или единственная, как бы, головка, да, верхняя и единственная головка, это максимальная скорость, а нижняя это какая-то либо медленная скорость, либо средняя скорость. То есть, нет, ну, как бы, вот, формировочное значение меньшее. Потому что так было на семафорах, и так же осталось. Ну, и это тоже самое, это просто, как бы, карликовые варианты. Это очень нетипичная для Америки, но тоже, но чисто американская система, когда тоже сделали, ну, здесь восемь огней, причем, или сделали цветными, сразу, да. Ну, их только восемь, соответственно, потому что средний, ну, он не может менять цвет. Цвета и положения те же самые, но цвета, соответственно, как было на семафорах. А скорость указывается, тем образом, при помощи дополнительных маркерных огней, белых или желтых. То есть, вот, если сверху маркерный огонь, то это максимальная скорость, если снизу маркерный огонь, то это средняя скорость, если никакого маркерного огня, то медленная скорость. А смещение маркерного огня налево или направо, это скорость на следующем фотофоре. Соответственно, вот слева, мидиум опрочь миديум. Да. Средняя здесь, средняя на следующем. Мидиум опрочь слову. Средняя скорость здесь, на следующем малая скорость. Мидиум опрочь, средняя скорость здесь, следующий закрыт. Просто и прочь, это максимальная скорость здесь, следующий закрыт. Ну, то есть у них так называются показания. Потом они придумали сейчас скорость прометодочная между максимальной и средней лимитов. Но для нее стали придуманы, как можно сказать, в светофорах, показания при помощи, например, мигающих зеленых огней. Потому что классическую схему, унаследованную от светофоров, это все не вписывало. Вот, собственно, ну, типа, некая исходная таблица одной из американских железных дорог, где-то на начало 20 века, когда уже появились светофоры, обычные цветные, или светофоры положения, вот, пенсильванские такие. И, видите, вот, с дороги Балтимура Агая, вот это только одна дорога Балтимура Агая, такой для меня, такой для меня, вот, пенсильванская. А практически все остальные использовали светофоры, где просто, просто цветной огонь. Ну, разница только в том, что светофоры линзовые, либо прожекторные. То есть прожекторные, то есть прожекторные, там, есть подвижная рамка, которая подставляет светофильтр нужного цвета под свет линзовый. Ну, это как вот более привычные нам, просто переключают одну лампу или другую, значит, совсем комплекта, без всяких подвижных частей. Ну, в Советском Союзе прожекторные тоже были, собственно, изначально поставлялись из Америки, потом делались у нас в середине 20-го века, но потом от них стали отказываться, потому что подвижные, они ненадежные. А ненадежные с точки зрения механические? Механические, да, что они просто могут это, пронезнуть, может быть, что-то такое, там, да. Ну, здесь просто, вот, там, дальше уже не успевал сделать именно, именно в саму презентацию картинки, залкать. Вот, поэтому, да, там просто картинки еще есть, вот. Это пример, значит, французских семафоров, да, ну, больше не вообще французских, а конкретно электросемафоры системы Лартига. Почему я их решил упомянуть, потому что они применялись в России, конкретно на Петербург-Московской дороге, поскольку движение было, ну, наверное, самым крофтом, самым плотным, и традиционной, этой телеграфной системы, как бы, не хватало для пропускной способности, то еще достаточно рано, раньше, чем на, в общем-то, других дорог, запутались с тем, как, значит, сделать систему безопасности, пригодной для более плотного движения. Ну, и вот для участка от Питера до Балакоя, насколько я помню, применили эту вот французскую систему Лартига. Это уже в 20-м веке? Нет, это в 20-м веке. И это давно все? Нет, это изобретено было, ну, вроде бы, по-моему, в 1870-е годы, ну, вот. А в России вот на Петербург-Московской было поставлено, ну, я не помню, может, не в 70-е, может, в 80-е годы, или вот что-то типа того. То есть в 90-е, в 1890-е оно уже было на Петербург-Московской от Питера до Балакоя. Система, ну, по сравнению с более поздним, более поздними немецкими системами, она достаточно примитивная. И она, ну, немножко похожа на английский, но просто, как бы, английских у нас не было, именно в таких блокировках ручных. А у французов позаимствовали на фоне моды, на все французское после победы на Петербург? Ну, там не просто мода на все французское. Пардон, в 60-е годы у нас поначалу Николаевская железная дорога, она вначале была казенной, но потом, в 60-е годы, когда Петербург-Варшавскую дорогу достраивали уже частники, начинали строить те тоже, как казенные, но достраивали ее частники, потом главное общество железных дорог, те же частники, которые Московско-Нижегородскую строили. То есть Петербург-Варшавская и Московско-Нижегородская принадлежали главному обществу. А главный обществ, это четыре француза. Между ними, как бы, оказалась Петербург-Московская. И ее тоже им передали. И поэтому был период, когда Николаевская дорога принадлежала тоже французам, практически, главному обществу. Ну, как бы, да. Ну, главное, общество, но это французы. Там не только французы, там еще разные были. Но, в общем, там было огромное французское влияние. Там все инструкции, собственно, они были на русском языках, на русском и французском написано. Ну, французское влияние было вообще где-то с 30... Ну, вот, момент после победы над Наполеоном, потом прошло какое-то количество лет, я сейчас не помню, типа десяток, и потом началось вот это вот мощное длинное французское влияние. То есть технология, оно тоже... Ну, там было и английское, и американское влияние, французское, да, ну, скажем так, на третьих ролях, но все-таки было. Потому что первоначально дорогу Москва-Питер строили вообще по американским канонам. За исключением двухпутности. Двухпутность это английская, а остальное все было американское. Но потом, как бы все, вновь и европеизировали, в том числе по французским влияниям. Вот, и здесь, значит, какая схема? Это вот здесь, ну, все почти вручную, но, скажем так, здесь есть электрическая линия, соединяющая эти посты между собой. Вот здесь, помимо станций, вдоль линии, через несколько километров, ну, там, от, может быть, полутора до, там, километров пяти, может быть, шести, стали вот такого плана посты. На которых были такие специализированные аппараты, которые могли звонить в колокольчик при нажатии, ну, или кручении у них и ручки. Либо могли при кручении этой ручки, там, или нажатии на какую-то другую кнопку, значит, управлять семафором своим и соседнего поста. Слушай, а что означают колокольчики? Его же не слышно, если машинисты поют? Нет, не машинисты, это колокольчики для переговоров между постами. А, между постами. Там был целый сложный ход из разного количества звонков. Это вообще, и в Англии тоже самое было. То есть это просто... ...это специализации некого с собой. Да. То есть, скажем так, вот англичане на двухпутных линиях и то же самое французы, французы тоже любили двухпутные линии, не любили однопутные. Поэтому это, по сути, это вариация на тему. Просто та, которая как бы применялась в нашей стране. Немножечко. А в принципе англичан было подобным, но у англичан как бы была так называемая manual block, то есть ручная блокировка, тоже. Или специализированный, ну как бы телеграф, но такой узкоспециализированный, который умел звонить в звонок в соседние станции и умел поворачивать стрелку там влево-вправо. То есть позвонили и повернули стрелку, и сказали, поезд отправился к вам. Поезд от вас прибыл, проследовал, участок свободен. И вот никакого механического замыкания за этим не было. Но просто это давало связь между постами. А дальше дежурный семафор открывал вручную. Так, связь между постами, сейчас, подожди, я допутала. Следь между постами на станциях, стационарные. Машиниста это пока никак не касает. Машинист только видит сигнал. А машинисту показывают семафор. То есть дальше дежурный пост. Да, надо, по-моему, еще чайник поставить. То есть это было... Уже тихо есть машина? Да, это было для тех, кто показывает какие-то другие сигналы. То есть там двойная... То есть как бы... Это в английской системе, там просто вот звонили в звонок и электрическим образом поворачивали стрелочку. Так, ну... Нет, пока не буду убирать этого. Так, то есть на двух... Можно я попробую подытожить этот кусок? Потому что я боюсь, что всем уже немножечко едет крыша. Значит, сидят дежурные на двух разных станциях. У них дин-дин-динь, дин-динь, дин-динь, это типа... Система неголосовой сигнализации. То есть вначале просто привлечь внимание, а дальше какие-то коды из нескольких звонков, типа... К вам отправился там поезд. К вам отправился там скорый поезд. К вам отправился курьерский поезд. Да, как телеграф. Поезд прибыл. Поезд прибыл не в полном составе. То есть поезд, как бы часть поезда пришла, но... Потеряли хвост. Да, то есть, кутира, как вошь буквально, да. Поднять можно, конечно. Потом, этот, значит, чел, когда звоночки перестали звенить, он идет и вручную делает что-то с этой хренью. Так было у англичан. Здесь немножечко хитрее. То есть, здесь все-таки передавался сигнал, который разблокировал электросимофор. И тогда дежурный мог его открыть. То есть, он его вначале закрывал с запрошившим поездом, но пока со следующего поста не передадут электрический сигнал, что он прошел, то он открыть его уже не мог. Это уже немножечко плюс по сравнению с тем, как это было у англичан. И водителю по-прежнему не идет никаких сигналов, более того, что он видит своими глазами. Причем показывалось ему вот это крыло, собственно, да, красное. Вот тут еще маленькая серая крылышка, ну или, у меня первая серая крылышка, вот, это маленькая серая крылышка, оно было не для машиниста. Оно было как раз для дежурного по посту. То есть, оно как бы, оно удостоверяло, я не помню с какой стороны, как бы, то, что принято. Или, если оно удостоверяло то, что сам дежурный по посту действительно правильно передал сигнал соседу. Нет. Ну, вот так почему-то было сделано. Вы, кошмара, ужас. Ну, нужно запомнить, что сигналы. Ну, да, да, да. Картинки другие. Картинки другие. Да, не сложно это все запомнить. Ну, слушай, с другой стороны, запоминаем же мы пропорции губерных ростуров для фореза. Слушай, и я всегда смотрел в бумажку. Люди, правило, в дорожном движении не смотрели. Я не знаю, да. Слушай, гимн. Слушай, гимн. Зачем ты дышал? А что ты хотел? Я хотел просто показывал эту картинку, а она мне по умолчанию в гимнде стала открывать. Так, и открыть с помощью, открыть с помощью, да. Я уже давно и нигде не работал. А, фотографии? Да. Проверяем, а есть припечатки? Да. Вот, это, ну, собственно, тоже французский фитопролоктиго. Это другие французские сигналы, щиты. Это тут, тут, это тут. Это что за хреновец? Управление светофором. Он на это лебёск-папайно Вартиго. Да, вот это вот. Такая лебёск-папайная версия, да. Тоже, ну, вот, с сенофором Вартиго. Ну, примерно так же вот оно выглядело где-нибудь на линии Питер-Балагоя. Где-нибудь стоял такой вот сенофор. Это уже другое. Это уже механика какой-то английского или американского замыкающего устройства. О-о-о-о, привет! Какие люди! Мы встретились, смотри. Какие люди, привет! Это тоже французские семафоры. Тоже семафоры Вартиго и другие семафоры. Вот на некоторых из них запрещающие показания дается сочетанием красного и зелёного огней. А разрешающие белыми. То есть это вот разница как раз именно классического и зелёного огняка. Подожди, а если вот горизонтально красное крыло, а свет погас на верхнем крыле. Ну так случилось, то... Ну здесь только одно крыло. Нет, наверху. Вот сверху сигнал. Ну вот здесь вот. Вот красная крыль? А! А, нет, вот то, что проверить. То, что проверить. Нет, это просто два состояния. Одного и того же. Нет, а проверить... Нет, это просто разное. Это марсидовский семафор, а это какой-то другой системы. А если вот эти краски, зелёные сигналы погасли, а при этом горизонтальное положение... Значит, он есть правильно. А что думает предопадение? Во-первых, лёвок вообще не зажигали. Это чисто ночные показания. Лёвок, они жгли, керосин зажрет. И всё равно не видно. А, не по-прежнему пока и керосиновые. Да. Вот. Если инфекция всей страны, тут ещё не произошло. Конечно. Но до сих пор не произошло. А вот это вот что было? А вот теперь это... Это внутренняя часть, вот собственно замыкающая система англосаксонских постов централизации. То есть и англичане, и американцы в тех случаях, когда... Ну, англичан это почти всегда. У американцев, значит, это... Ну, в каких-нибудь оживлённых местах, там, на Восточном побережье где-нибудь или... На Западном побережье, ну, где... Короче, где часто ходят поезда. Они ставили посты с дистанционно-управляемыми стрелками. Дистанционно-механически управляемыми. Дистанционно-механически это что? У тебя у меня за верёвочку? Это вот это вот. Вот за такие вот рычаги. Здоровенные рычаги примерно вот такой высоты. То есть на них вот так, во всей дури. Вот так. Они очень тяжело дриваются. Вот. Дальше от них идёт, собственно, упоминавшаяся уже механическая проводка, как правило, жёсткими тягами, либо в некоторых случаях тросами, к стрелкам и к синофорам. И расстояния там... Расстояния там не очень большие. То есть это первые сотни метров. Буквально самые первые сотни метров. Ну, метров там 200, ну, 300 от силы. Это прям уже вот... Ну, 300 это где-то максимум. Это уже тяжело. Это уже физически тяжело на таком же состоянии переводить стрелки. И поэтому, собственно, у англичан и американцев это дистанционное управление стрелками никогда не было дальним. И поэтому у них не было... То есть у них получилось так, что у них был дежурный вот этого поста, который управляет у себя, и все взаимозамыкания между стрелками и сигналами, они спрятаны внутри довольно небольшой территории длиной первые сотни метров. От этого тоника вот всё сидит? Да. Потому что дальше просто это физически невозможно. Сил не хватит. И тетинных стрелочников не было. Я только хотел сказать. Женщины, видимо, там не работали. Да. Я так понимаю, что это очень... Это очень тяжелое. Это те годы, когда женщины вообще не работали. Это да, да. Раньше с сестрами милосердие очень нет. То есть тут иногда, ну, они просто там приходилось как-то там упираться ногами, чтобы там перевести. Это очень тяжелое было вот именно в англо-американской традиции устройство этих систем. Вот. И тем не менее это всё было недалеко. И как бы у англичан это позволяло тем не менее обслуживать всю станцию целиком. То есть и один конец станции стрелочной горловины, другой конец... То есть там никакой помощник не бегал и не стрелкал вообще на месте? Нет. Потому что у англичан все поезда были короткие. Длиной там метров 200-250 не больше. Ну, как наши электрички примерно. То есть это у них самые длинные грузовые поезда такие были. И им хватало. Поэтому они могли целую станцию вместе со всеми путями и всеми стрелками, ну, небольшую какую-то, да, обслужить с одного поста. У большой станции, где много и длинные какие-то стрелочные горловины, там постов будет уже несколько. Но у каждой станции взаимозамыкание, как бы, установки маршрута, ну, контроль того, что маршрут устанавливается правильно и сигнал открывается, соответственно, с маршрутом, заключалось в составе маленького кусочка, который обслуживается этим постом. Который, собственно, по-американски называется интерлокинг. Ну, по-английски, наверное, тоже, но как бы это пост, это не станция целиком. И поэтому у американцев станции вообще не получилось такого пояса, как станция. А у американцев и англичанам вот эта вот система совпадает? Да. Механически она совершенно одинаковая. Но у американцев поезда, наоборот, очень давно стали длинными. Гораздо длиннее, чем у континентальных европейцев. То есть у континентальных европейцев что-то средненькое, но у нас чуть побольше, но примерно как у континентальных европейцев у нас просто стало потом чуть-чуть длинеться. У англичан самые короткие, а у американцев самые длинные, наоборот. А почему? Слишком многому количеству людей надо было переехать из-за чего? Не-не-не, это, скажем, для того, чтобы дешевле возить грузом. То есть один мощнючий паровоз с одной бригадой, так сказать, ведет сразу... Резонно, резонно, да. Да просто экономика. Американцы очень в этом плане длиннее считали. А англичане почему? У англичан плотное население, очень много станций, очень часто все, нужно очень частое движение, и поэтому они такие длинные неповоротливые поезда не могли себе позволить. Там как бы поезд, его голова в одном городе, а вот еще в другом. Как ты тут возить вообще вещи будешь, если оно вот такое? А у американцев, поэтому как бы у них было без шансов целую, ну как бы типа разъезда, дистанцию, оба конца обслужительного поста, и поэтому у них просто были посты. А понятие станции вообще не сформировалось. И вот здесь часть этих рычагов непосредственно двигает стрелки. Часть рычагов двигает крылья семафоров. И еще часть рычагов, ну скорее всего сиинки, наверное, в данном случае, они двигают такую специальную штуку замыкателя стрелок. То есть это как раз вот, когда людей перестало удовлетворять ездить через все станции или стрелочные посты, со скоростью пешехода, из-за того, что стрелка может быть ненадежно замкнута в положенном положении, придумали замыкатели, которые еще как бы замыкают остряки стрелки, чтобы они точно были прижаты там, где надо, и отстояли там, где надо отстоять, чтобы поезд не сошел на рот. Потому что, ну как бы, самим механизмом понятно, что за десятки и сотни метров со всеми этими усилиями и люфтами это невозможно проверить. Отдельная проводка, которая уже что-то подвинет, она это либо подвинет, либо не сможет подвинуть. И даже может быть обратная связь еще от стрелки, что этот замыкатель подвинулся туда. И это может прийти обратная связь тоже механически на пуск, но как бы это уже дает некую степень надежности. А это то, что находится под полом вот этого помещения. Собственно, идут вертикальные линейки с углублениями, которые соответствуют рычагам каждой отдельной стрелки, или сигнала, или стрелочного замыкателя. И горизонтальные линейки, которые ни с чем не связаны. Они просто как бы сами собой ходят в горизонтальных щелях. Но они увязаны, ну просто видно, как они увязаны своими выступами и как бы с вертикальными линейками. И это тем образом мы вначале можем подвинуть далеко не все рычаги, только некоторые рычаги, которые не замкнуты горизонтальными замыкающими линейками. После этого какие-то линейки освободятся горизонтальные, и мы сможем после этого двинуть какой-то другой рычаг соответствующий. То есть это засчитать дурака. Да. И это обеспечивало... То есть там, грубо говоря, схема такая, что... Но при этом у англичан-американцев нельзя было любую стрелку перевести в любой момент. То есть даже стрелки между собой уже были в каком-то взаимозамыкании. И нужно было какие-то стрелки перевести для того, чтобы перевести последующие другие стрелки. После того, как все стрелки необходимы для какого-то маршрута переведены, мы можем замыкать или еще этих стрелок для некоторых там, где нужно. Как правило, только для противошелственных у них делали там детские односторонние движения. И после этого мы можем открыть сигнал. Дальше после этого ничего не проверяли, что там поезд прошел, не прошел. То есть в английско-американской системе, вот этой механической дежурной, в принципе, он мог в любой момент закрыть сигнал. В том числе перед самым носом поезда, ну физически мог. Или когда поезд еще проходит, он мог уже закрыть сигнал, потому что ничто совершенно не мешало закрыть сигнал в любой момент. И после этого он мог свободно начать переводить стрелки, прямо под поездом, например. То есть он физически мог вообще сбросить поезд стрельцев, проходящий прямо через его хвост, если он просто забыл о том, что он там ездит, или если он является злоумышленником. Потому что никаких других контролей этого дела не было. Вот это тоже, ну скажем, другая часть, где-то в промежутке тоже вот этой конструкции. Очень массивная, видно, летая там, тяжеленная. Все это очень тяжеленное именно в английском и американском варианте. Тут рычаги, которые, ну я даже не скажу, какая-то часть, именно верхняя или уже нижняя. Ну, в общем, переход, наверное, на какой-то... Ну, наверное, ось рычагов здесь. Ну, то ли ось этих верхних рычагов, то ли это уже, наоборот, от вертикальных линеек и, ну, к проводке, которая уйдет дальше по станции. Расходится. Какой-то опять французский. Французский цветовый Лардиго. Вот. А это, это немецкий аналог. Того же времени? Ну, примерно того же времени. То есть немцы примерно в 1870-е годы тоже занялись этой темой. Как и французы. Вот. Но немцы подошли к этому с немецкой тщательностью и аккуратностью. И они это стали делать более, ну, изящно и так вот. То есть, ну, во-первых, просто мы видим, что, да, это тоже ручки для привода стрелок и сигналов, замыкателей. В принципе, все то же самое, но ручки поменьше. И они не из пола торчат, а они встают в какой-то, значит, станине вот на каком-то среднем уровне. И вот такие же, они были заимствованы и в Россию. И у нас, в России, в Советском Союзе, вот когда механическая централизация была, вот, оно выглядело примерно так. Помещение зубного. Это, соответственно, немецкие семафоры и предупредительные диски. Вот, в данном случае стоящие вместе. Семафор и предупредительные диски. Ну, это опять что-то англо-американское, английское даже, конкретно английское здесь. Видно, потому что вот здесь вот эти какие-то стрелочки, это скорее всего как раз те указатели, ну, ручной блокировки вот этой, которые типа сообщения о том, что поезд проследовал. Ну, сейчас хоть свободен, но это никак электрически не проверяется. Это уже поздно в наши дни, судя по компьютерам. Да. Да, конечно. А ручки остались. А прямо сейчас у них тоже так же? Ну, очень мало осталось. Очень мало осталось. Может где-то осталось. Где-то музейная. Ну. Музейная дорога. Ну. Музейная дорога. Ну, там охрен их знает, а может даже и вручную не скажу точно. Или не оживленные. А очень может быть, что и вручную, да. А просто очень крепкие. Вот ты... Нет, а так. А у немцев таких диких сил, как у азбичан-американцев, не требовалось. Для вот этих вот ручек, да? Здесь ручки короткие, должны быть сильнее ручки. Значит, цеплант-привод. Ну, здесь да, здесь привод цепной, либо тросы могли быть. Вот здесь будет где-то другая картинка. Так. Макробу не крутит. Да, не верю. Это вообще должен крутить. Вот. Это... Ну, это как бы, насколько я понимаю, в музее каком-то... В этом ящике прохожу блокировки как раз, наверное, да? Да. Ага. Но здесь у немцев эти блокировки были устроены по-другому, потому что у тех же англичан-американцев значительная часть этих диких усилий, она на самом деле даже не выходила за пределы поста. Она тратилась на перемещение этих горизонтальных линейок замыкания. Ага. Когда ты уже первую стрелку переводишь, а не только стрелку. Стрелку еще и так тяжело переводить. Еще тяги по всей станции, а потом еще эти линейки. Подожди, подожди. То есть он делает несколько движений. Одновременно все это движется. Все сразу. А-а-а. Его невозможно было... То есть это один рычат, а все это хрень. Да. То есть это... Это и перевод стрелки, и одновременно еще движение некоторой кучки замыкающих линеек горизонтальных. А у немцев было не так. Вот у немцев было вот так. То есть у них здесь вот, в этом ящике, находятся, ну, гораздо более легенькие замыкающие линейки. И что самое главное, в положении по умолчанию, когда никаких поездов нигде не идет, эти замыкающие линейки совершенно никак не касаются вертикальных линеек, например, стрелочных линейков. И мы можем, ну, как бы, переводить стрелку, любую, в любой момент, пока никакого движения нету. Никакого кучки. Никакого кучки не установлено. В любом порядке. А потом уже, когда мы все необходимые стрелки перевели и замыкатели подвинули, мы трогаем маршрутную рукоятку, маленькую маршрутную рукоятку, которая двигает только внутри поста, да, это вот как раз замыкатель, это вот стрелочный замыкатель, здесь привод самой стрелки, вот от тяги. Подожди, подожди, а вот то, что сбоку, там разве не мужик дерзывает руки? Да, здесь мужик дерзывает. То есть это тот случай, когда это все не протянуто далеко-далеко в посту. Тут не герал дуга. Это тоже у англичан, скорее всего. Но здесь, как бы, стрелочный привод находится прямо здесь рядом. Это такой упрощенный вариант. Те же самые жесткие тяги, рычаги, но вот один рычаг двигает стрелку, другой рычаг, значит, двигает замыкатель. Ну, это просто здешнее станции Левовское и привычнее мне детство. И вот это тоже, ну, как, что-то из Восточной Европы. То есть оно тоже там есть, такое новенькое, или это музей какой-то? Ну, где-нибудь на Балканах наверняка еще работает. Какие-нибудь из балканских стран наверняка еще работают в таком виде. Или работали совсем недавно. Вот. Это тоже немецкая школа. В данном случае здесь вот миницииты отросы. Это более типично даже для такой немецкой, восточноевропейской, российской вообще такой традиции. Вот здесь это рукоятки стрелок, замыкателей и сигналов, семофоров. А это маленькие рукоятки вот этих горизонтальных линеек замыкания. Линейки находятся вот в этом ящике сзади, замыкающие. Это легенькие линейки, которые совсем не трудно двигать. То есть здесь надо делать несколько движений, я верно понимаю. Ну вот и там несколько, но там как бы нужно двигать кучу этих больших и больше ничего. Они между собой только замыкаются в итоге. Здесь мы вначале двигаем стрелочные рычаги, потом мы двигаем маленький маршрутный рычаг. Соответственно там маршрут приема с той-то стороны на третий путь. Маршрут отправления с третьего пути туда и так далее. Вот каждый... И он открывает семофор? Да, нет, еще нет, еще нет. Оно только замыкает маршрут. А семофор опять? Каждая ручка, маршрутная рукоятка может либо вверх, либо вниз. То есть она может обслуживать два маршрута. Каждая ручка. А дальше после этого мы подвинули маршрутную рукоятку, там подвинулась горизонтальная линейка замыкающая. Она замкнула стрелки и замыкатели. То есть уже после этого мы не можем перевести те стрелки, которые замкнуты в этом маршруте. Те, которые не связаны с этим маршрутом логически, мы можем переводить и мы можем готовить маршрут другому поезду. Или для каких-то маневров одновременно. Вот чем гораздо гибче немецкая система уже была. Потому что замкнуты только те стрелки, которые необходимо замкнуть именно для этого маршрута. И после этого мы можем открыть сигнал. То есть здесь уже какие-то из этих рычагов это рычаги семофоров. Мы тянем и открываем семофор. Открываем семофор отдельной рукояткой. Да. Отдельной из этих больших. То есть большие они по-прежнему как бы... А маленький тот пультик это что? Маленький, вот здесь вот то, что вот эти вот рукоятки, это рукоятки замыкания, машутные рукоятки. То есть они просто фиксируют то, что вот мы собрались замыкать маршрут. Мы замкнули маршрут такой-то. А сверху здесь находится такое вот чисто немецкое запретение. Это собственно блок аппарата. Они их использовали сразу в целом в нескольких качествах. И для перегонных блокировок, и для блокировок внутри станций. Потому что вот то, что мы сейчас говорим, это все станционная блокировка. То есть удостоверяется, что стрелки стоят правильно, и что в немецком случае дежурный даже физически не сможет их перевести под поездом. Потому что там еще стоят датчики, которые будут фиксировать, что поезд проследовал. Только после того, как поезд проследует... А Резубору знаешь про это? Он убийца в даче. Тут скорее всего какая-то... Что такое? Какая-то одна из этих коробочек сверху, она отвечает за это. То есть там какая-то электрическая фиговина, которая... То есть там уже электрика работает. Когда поезд проследует и освободит те места, где стрелки находятся, грубо говоря, стрелочную горловину. То вот после этого разблокируется вот эта электрическая блокировка, и после этого... То есть там, грубо говоря, схема такая, что когда поезд проходит, то дежурный вручную, обычно вручную, поначалу закрывает семафор. Либо в некоторых случаях там срабатывает некая электрика, и семафор закрывается автоматически. И это уже были вариации. Но в любом случае там находится некий хруповой механизм, который после того, как либо дежурный вручную закрыл, либо он автоматически закрылся, не позволяют его второй раз открыть обратно. До тех пор, пока не освободится вот эта электрическая блокировка, которая зафиксирует, что поезд прошел и освободил стрелочную горловину. После этого мы уже можем вернуть маршрутную рукоятку в среднее положение, дефолтное, потому что она уже замкнулась этой электрикой. И после этого мы можем свободно переводить те стрелки, которые были и замкнуты. Это вот такая типичная для Германии, Австрии, Восточной Европы и в итоге Россия, начало 20-го уже века система. Уже появляется петля обратной связи, этот человек, этот самый танцонный смотритель, видит. И вот вторую половину дороги Питер-Москва от Балагоя до Москвы уже осигналивали не французы, а уже немцы. Сименс и Хальски. Которые, собственно, они примерно это все отделали. Сименсовская система вообще. Они сделали вот эти блок аппарата, потому что, как бы, то, что мы сейчас говорили, это касалось станций, станционных стрелочных постов. И да, и кроме того, чем отличалась, значит, у немцев и в итоге у восточноевропейцев, значит, система, что на станции могло быть несколько стрелочных постов. То есть, станция достаточно большая, уже по сравнению с английскими, но в каждой горловине, ну, хотя бы свой стрелочный пост. Между ними, там, километр, например. Но каждая обслуживает стрелки около себя, в нескольких десятках метров от себя. Не так далеко. Не такие большие усилия требуются. И сигнаторы, и сигнаторы тоже не так далеко. Ну, в каждой, самое дальнее, еще предупредительный диск, может быть, но он только один. А при этом, вот эти вот, ну, например, наверное, эти в данном случае как раз аппараты, блокировочные аппараты, да, они электрически связаны с аналогичными аппаратами на посту дежурного по станции. То есть, дежурный по станции мог располагаться либо в одном из стрелочных постов, вот таких же, то есть, у него могли быть тоже такие рукоятки, но он самый главный из тех, как бы, стрелочных этих дежурных. Вот. Либо в той традиции, которая более такая восточная, восточная, австрийская, южная и так далее. Вообще, дежурный по станции вообще никакими стрелками, сигналами не ворочит. Он только при помощи вот таких вот электрических блокировочных аппаратов дает команды дежурным стрелочных постов, что им сделать. А потом другими парами аппаратов принимает от них удостоверение в том, что этот маршрут установлен. То есть, обратная информация о том, что маршрут установлен, может быть передана только в случае, если маршрутная рукоятка стоит в положении. И таким образом эта информация приходит. То есть, у чистого дежурного по станции там не будет всех этих больших рукояток, но у него будет маленький аппаратик с маршрутными рукоятками и горизонтальными линейками, замыканием и вот эти блокировочные, вот эти электрические аппараты. Вот. И такие же аппараты использовались для перегонной блокировки. То есть, в отличие от того, что делали англичане, где все чисто на памяти и внимательности, и соблюдении, и бумажной работе дежурного, вся безопасность. В отличие от того, что было у французов, вот эти электросимофорные системы Лартига, здесь уже немножечко больше безопасности. Надежности, надежности. Да, потому что здесь тоже рельсовые педали и фиксирование прибытия поезда, ну хотя бы как-то. Все равно Верона должен убедиться в прибытии в полном составе. Вручную. Но все-таки, если поезд вообще не прибыл, то нет. Да. Вообще не прибыл. Да, полный заставит. Не футбол-то вернулся? Да, и забыли, и что? Бывают отсюда. Или не пару. На МЦК уже даже был разрыв ласточки, наверное. Да? Да. Разрыв ласточки. А уго! Разрыв ласточки. Паша, прошли десятилетия, если по нынешний день набирают российские железные дороги поездами. Да. Разрыв ласточки. где есть какие-то стрелки, где-то вот беременных стрелочных постов. Могли быть еще путевые блокпосты, да? Которые просто делят перегон на части для того, чтобы на перегоне могло одновременно ехать несколько крестов. Делят перегон на части. А, последовательно. Друг за другом. Если длинный перегон, и не врезаются друг другу в хвостик. Да. То есть, ну, это то же самое делали и англичане. То же самое делали французы. С электросимофорами. Ложили. Вот. Ну, а там это было, как бы, ну, менее надежно. И, в частности, поэтому на Петербург-Московской дороге электросимофорам не очень-то доверяли. То есть, электросимофорам разрешалось идти только поездам не более быстрым, чем впереди идущие. И нельзя было идти с этим там скорым и курьерским, по-моему. Только медленным поездам. То есть, товарным и каким-то медленным пассажирским, вот им можно было идти по электросимофорам Лартига. А, кстати, скорые курьерские, нет, извините, только по старинке по телеграфу, на полностью свободный перегон до следующей станции. Ну, собственно, у нас история повторяется. Сапсан примерно так ходит сейчас. То есть, светофоры светофорами, но им не доверяют в полной мере. все перекрывается заранее перед Сапсадом. Ну, как бы, как это, поезд не просто прибыл в полном Сапсаде, а два в одном приехал. И, собственно, перегонная блокировка, то, что мы теперь знаем в нашей практике, по-русски, мы знаем, как полустоматическая блокировка, это было изначально придумано немцами, именно. Именно вот фирмы Сименс и Грассики, они это внедряли и в Германии, и в Европе, и в Восточной Германии, и в России в том числе. Там тоже стоят такие аппараты. Именно такого же вида, они внешне совершенно такие же. Тоже такая, не кнопка, это рычаг с кнопками. Справа там рукоятка индуктора, которую надо крутить. И общий принцип действия там примерно такой, что там есть индуктор, который, ну, это генератор, который просто вырабатывает, ну, с постоянным магнитом, который вырабатывает переменный ток. Где-то примерно 12 Гц, если крутить с правильной скоростью. Дальше переменный ток идёт по телеграфному проводу на соседнюю станцию или блокпост. Ну, соответственно, по тому же телеграфному проводу можно ещё и телеграфными сообщениями обмениваться, собственными телеграфными. А можно, ну, это как бы, а можно вот переменным током вот это фиграфить. Значит, и там работает, ну, некий электромагнит на принимающей стороне, который вибрирует и двигает маленькую такую собачку заострённую, которая двигает сектор с зубчиками. как вот вибрирует сейчас под этим герцами где-то собачка, ну, или примерно там, не ладно. Она, значит, двигает зубчатый сектор. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Что-то такое напоминающий шаговый источник на старых телефонных станциях, да? Да. И после необходимого числа оборотов этот зубчатый сектор поворачивается практически на весь свой вход. Так. И после этого передающий аппарат является заблокированным. То есть он больше не может ничего подобного передать. Ну да, то есть он пришёл в конечное. Он передал это, он пришёл в конечное, он отключился. Так. Он отключился на передаче. То есть он не может больше индуктором передавать что-то. Ну вот. А вот принимающий, наоборот, разблокировался. И так они друг другу. Потому что, да. Потому что заблокируется или разблокируется он, это зависит от того, в каком он состоянии был. Ага. То есть тот, который был. То есть если на той стороне, никто ему обратно не отлетел, то он так и останется всегда стоять в заблокированном состоянии. Да, он останется. То есть шага разблокировки не происходит. То есть работа с этим аппаратом выглядит так, что если он разблокирован, то мы жмём на этот рычаг с кнопкой. И при нажатом рычаге начинаем крутить. Пока в этом вот окошке не сменится цвет. Там просто этот сектор подвинется и вместо белого красная часть. То есть это место красного-белое. Маркировка там разная была. Зависит от конкретного применения. Что именно красное, что именно белое. То есть это не заблокировано или заблокировано, а конкретное значение для конкретного применения. Вот. Крутим, пока оно не доедет. Ну и предполагаем, что, наверное, на принимающей стороне тоже доехало, если порт провода целы, всё нормально работает. Если нет, то не прикрутится. То нужно ехать туда? То значит автоматическая блокировка неисправна. И нужно работать либо по телеграфу, если он таки работает, либо переходить на те средства движения поездов, которые предусмотрены на случай полного перерыва всех предстоитминляции связи. Хорошо, да. А в чём смысл этой связи? Вот и тот. Чтобы показать, что поезд ушёл? Да, что поезд прибыл, перебор свободен. Можно отправлять следующий. Вот. Понятно. Там такого рода сообщения. То есть это уже ситуация достаточно нагруженных железных дорог, где важно, чтобы длительных промежутков... Нет, самокразных, самокразных. Не, ну что всё, свободен путь, ну да. То есть, в принципе, это позволяет ехать с приличной скоростью уже, практически любой, какой позволяет путь и подвижный состав по перегону. Ну, если мы знаем, что впереди у нас будет там предупредительный сигнал, который достаточно хорошо видно. Либо, если мы заранее снимем скорость перед следующей карцией. Вот. Вот. То есть, мы крутим, а с другой стороны принимаешь шейки. Да. Там по баллу уже тихо. Вот дверь, пожалуйста. Нет, при откройте. Да. Малорезы там нет. Если там легче уже нету, то дверь можно при откройте. Вот. С принимающей стороны. Соответственно, никаких действий от длительного не требуется. Там просто аппарат, который был в заблокированном состоянии, просто сам собой защелкает и перейдет в заблокированное состояние. Угу. И вот, собственно, это все, что они делают. Ну, еще там могут стоять дополнительные... Ну, да. Если он заплокирован, то мы просто не сможем нажать за крючак. Соответственно. Филически. Он просто не нажмется. То есть, запустить туда поезд, будет неважно. Вот. И... Нет. Ну, получается. Вот. Значит, на двухпутных линиях... И вот тут некоторый парадокс. Что для двухпутного перегона необходимо было четыре таких аппарата. Ну, два с каждого конца. Так. На каждой станции один на отправление, другой на прием. И все. А вот для однопутного перегона, пусть один, аппаратов нужно было шесть. Ну, надо было еще одна пара. Я думала, что шесть угадала. Да. Еще одна пара. Так. Потому что... Значит... Ну, на двухпутном движение происходит в одном направлении. И... Так же, в принципе, это все косплеит немножко классический телеграф или телефон. Поездные телефонограммы. То есть, на двухпутном, как это происходило, и происходит сейчас в случае перехода на телефонную связь. Значит... Дерурные станции, ну, они перелезем, они могут как-то неформально общаться между собой. Но дальше, вот, в официальном, то, что фиксируется в журналах телефонограмм, поездных телефонограмм, или телеграмм, соответственно, значит... Он просто говорит, поезд такой-то... Он просто убеждается по журналу, что перегон был свободен. Угу. И говорит... Честно столько минут, к вам отправился такой-то поезд. Угу. Все. Вот, вот, я ему отвечаю, что да, я принял. Что ко мне отправился такой-то поезд. Потом он приходит, он говорит, поезд прибыл. Номер такой-то, значит, что он прибыл. Угу. После этого тот может отправлять следующий. И, в общем-то, также работала и работает полуфанасистическая блокировка на двухкодных линиях. То есть, в принципе, деловая станция отправления может приготовить маршрут у себя, открыть сигнал. И поначалу оно было так, что просто он открывает семафор по готовому маршруту, поезд отправляется. И когда поезд уже вышел на перегон, он нажимает кнопку и крутит. Значит, туда у него блокируется аппарат, там разблокироваться. Это, в данном случае, означает, что перегон занят. Он был свободен, а теперь стал занят. Угу. Теперь заблокирован, это заблокировано на станции отправления. Угу. Если в тот момент, пока поезд, ну, то есть, если все идет в порядке, то поезд придет, сработает рельсовая педаль на станции приема, что поезд прибыл хотя бы. Ну, понятно, что нужно будет посмотреть, что он в полном составе прибыл. Но, но, как бы, если он вообще не прибыл, то, типа, он в дружной станции приема просто не сможет опять же нажать свой рычаг и передать сигнал прибытия. Угу. Ну, если поезд пришел, он убедился, он нажимает рычаг и отправляет сигнал прибытия. И разблокируется аппарат на станции отправления. То есть, за безопасность отвечает станция отправления. За безопасность отвечает станция отправления. То есть, по умолчанию перегон считался свободным. Угу. И в другой момент можно было отправить. Но когда поезд отправился, то заплакировался аппарат на станции отправления. Угу. Если в то время, пока поезд шел, то есть перегон был занят уже, порвались сельгартные провода на перегоне, то просто станция прибытия не сможет отправить сигнал прибытия и просто аппаратура останется заплакированной. То есть, как-то не будет нарушения безопасности, придется переходить на другие средства уже с соблюдением соответствующих правил. Вот. И поэтому все хорошо, пока по каждому пути движение происходит в одном направлении. А вот когда у нас однопутное движение, то так уже нельзя. Потому что в любой момент, на самом деле... Встречка пойдет. Да, то есть станция могла отправить поезд. Да, станция, на которой был разблокирован аппарат. Отправление. Так. Она могла отправить поезд, но станция приема могла об этом не узнать, потому что провода могли быть уже порваны. Или просто мог быть сломан аппарат. Угу. То есть... Или человек. Вот. То есть он-то покрутил у себя ручку, там заблокировало все, что он вслед следующий поезд отправить не сможет. Да. Но достаточно не знает, что к ним что-то идет. И это было бы небезопасно. Угу. Поэтому, как это было и до всей блокно-плакировки, на телеграфе, на телефоне потом, на однопутных принят немножко другой порядок. Перед тем, как отправлять поезд, дежурный, который хочет отправить поезд, отправляет телеграмму или телефонограмму. Могу ли отправить поезд такой-то? Угу. Ему отвечают, если это поезд, значит, который идет до этой станции, то есть сквозной, где весь перегон проходит насквозь, ему отвечают, ну, это вот форма, причем эти формы сохранились в 1864-х годах и сейчас они такие же. Угу. Буквально. Могу ли отправить поезд? Вот дословно. Угу. Отвечают, ожидаю поезд такой-то. Угу. Если это какой-то хозяйственный поезд, который не предполагается, что он доедет до станции, вот вернется на станции отправления, то ответ – можете отправить поезд такой-то с возвращением, там, к вам обратно на станции отправление. Ну, как сказать. Но это уже не про полуавтоблокировку. По полуавтоблокировке такой отправить нельзя, потому что ее можно будет разблокировать, только если поезд действительно прибудет на станции. Поэтому хозяйственные поезда по полуавтоблокировке не отправляют. и соответственно по блокировке для однопутного варианта еще должен быть сигнал согласия это называется запрос согласия и согласия и вот эта пара, третья пара аппаратов, она служит именно для этого что вначале дежурный запрашивает, ну устно там по телефону или по телеграфу запрашивает согласие ему дают согласие по уже блокировочным аппаратам и вот когда его аппарат на приеме согласия разблокировался, тогда он может отправлять вот, то есть как бы перед тем как собственно отправлять пояс нужно еще установить направление условно говоря если направление уже было таким, ну технически можно отправить но как бы это тоже, ну по правилам нужно все равно запрашивать согласие и получать спасибо Серега, по-моему это заслуживает аппарат спасибо я даже не знаю сейчас может быть так и вперед я действительно очень интересно я так понимаю, что у нас будет а, да, вот еще еще немножко, одну маленькую вещь, которую вы видите да, 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 у нас еще есть время по механике по механике но однокрылый Симахур понятно он как бы показывает два показания либо горизонтально, либо наклонно вверх это у нас, в Германии, вот они такие соответственно, там двойные, как бы, двойные проволочные или двойные проволочные тяги использовались то есть одна тяга тянется, другая выдается это вот, ну на тех картинках было видно с рычагами соответственно, вот здесь эти проволоки натянуты нет идущих Симафоров только вот управление двукрылым Симафором осуществилось тоже одной парой так же как и однокрылого да экономия значит и в отличие, опять же, от английских Симафоров которые могли какие-то не очень понятные углы принимать здесь такого не было потому что здесь система совершенно другая здесь эти тяги, они движут не сами крылья они поворачивают диск ну, типа как копирный вал, но только не вал, а диск в котором есть прорези которые, соответственно, при соответствующем угле поворота двигают те рычаги, которые непосредственно уже идут к крыльям и к светофильтрам в отличие, опять же, от английских и американцев не на крыле, а на отдельных конструкциях поворотных так что там, они обязательно в одном положении оба крыла? нет, не в одном а как же одной парой? а вот этот диск можно повернуть в одну сторону, а можно в другую и вот в эту сторону он откроет на одно крыло, а в другую сторону откроет на два крыла когда на одно крыло, то нижнее крыло будет вертикально то есть это вот как раз отличие, опять же, если а что значит на одно крыло? ну вот если англичане, а потом американцы, они просто открывали то крыло, которое соответствует маршруту то гемцы, тоже со своей некой пунктуальностью, они решили, что неправильно ну как бы заставлять машиниста ехать мимо семафора, на котором вообще есть хоть один красный, хоть одно закрытое крыло и при этом они решили так, что если семафор открывается, то мы обязательно открываем как бы первичное крыло но если это маршрут не самый быстрый, не по главному пути, то мы еще откидываем какие-то, ну вторую крыло или там мог быть еще третье, ну третье редко бывало, но бывало тоже у немцев это показывает, что прием происходит на боковой путь какой-то, да, то есть не по прямому пути уже с меньшей скоростью зрелища вот, сам по себе этот сигнал ничего не говорит о том, что там дальше ну как, то есть как бы открыто, что-то закрыто, он не может, как американские показывают и в этом смысле этот зеленый, как оно было в дореволюционной России это старый зеленый, который фактически равен желтому и поныне даже, там где у нас есть семафоры, они показывают зеленый, но на семафоре зеленый, это как желтый то есть внимание то есть проезжать здесь можно, но следующий может быть закрыт, то есть готовь к остановке мы ничего тебе не обещаем да то есть в 20-е годы уже в Советском Союзе принимали светофорную сигнализацию где уже был красный, желтый, зеленый но семафоров это уже не коснулось, семафора уже остались, их уже не трогали да и поэтому тут было на два крыла, здесь было поначалу два зеленых и у немцев и в России потом и немцы и в России нижние заменили на желтый на двойном таком вот показании и это соответственно то с чего началась гибридизация как бы немецкой системой и американской то что получилось в советской системе светофорной то о чем видимо уже в следующий раз в следующий раз и как немцы показывали предупредительные показания ну и в нашей стране соответственно тоже это вот, тут была картинка вот она, предупредительный диск он мог быть прямо рядом с семафором допустим входной семафор он диск сквозного прохода назывался по-русски в таком положении они просто не стали заморачиваться с какими-то там фиштейл они предупредительные сделали в виде старорежимного диска который в таком виде дает предупреждающие показания и поначалу был один, потом они здесь мы видим зеленый но это просто небо просвечивает а напротив фонарей это там желтое и так же здесь просвечивает зеленый, а там напротив фонарей это красный да 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 когда этот проход то просто этот диск поморачивается горизонтально его не видно и подаются зеленые сигналы а это соответственно еще стрелочка то есть если на боковой путь ну это уже в нашей стране такого и не было практически стрелочек, а у немцев были где же там звездная дорога то там будет как право нет а это в музее это просто в музее уже поставили если это боковой путь то ну соответственно так вот здесь показано семафор открыт на два крыла диск как бы как закрыт а стрелочка по ему а если на главный путь то стрелочка остается вертикально но зато диск поворачивается вот все спасибо да да ну чего включаем свет да да а вот ага слушай ты просто крутняк слушай во первых очень здорово очень на этот раз очень четко прям огромное спасибо почему поезда мне так полетаны нервы наложите терапия прохождение посвят б с всем 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 всем